Так, я первый хлопаю. Ты за себя по очереди, что ли? Ну, конечно, чтобы не было мяса тупого. Псюди, вы дураки. Это ты хлопнул? Ну, а что я? На, ёптай. Ну, реально, у тебя, возможно, что-то там... Ну, я за микрофоном хлопнул. Я за микрофоном. Перед собой, ну понятно. В прошлый раз у меня так же жиденько было, как у тебя. В этот раз тоже жиденько, но всё равно, да. Короче, да, всем привет. Привет, подкаст «Суровый веб-проект Ювебдизайн», выпуск номер 259. Мы сегодня втроём с Саней Ефремовым, который вместе с нами начинал это всё. Я думаю, почти все его уже помнят. Кто не помнит, вспоминайте. Меня зовут Александр Гончаров. Да, всем привет. Меня зовут Никита Тарасов. И самое главное, что Саня у нас был, и, возможно, даже уже не один раз, а, может быть, два раза. Один раз был на стриме, один раз был на подкасте, если мне память не изменяет. Да, поэтому тот, кто у нас именно вот эти вот демиурги, которые сидят, или как, которые вот долго там, с самого начала, как они, аборигены, да, вот эти все, они, возможно, помнят, что Саня как бы вообще присутствует незримо всегда с нами. Мы тем более не иногда вспоминаем в каких-нибудь историях про дизайн его, а может, даже не только про дизайн. Не, мы, в принципе, он у нас как лирический герой есть в подкасте, да. Если слушать внимательно и представлять как слушателя, то я думаю, что да. Саня, расскажи пять минут о себе потом еще чуть-чуть. Что бы ты хотел? Целых пять. Ну ладно, 30 секунд. У меня вести жизни наберется на пять минут. Я думаю, 30 хватит. Я хотел сказать, что я как Ламберт, а вы вдвоем как Лютик и как, кто там, Геральт. И вот думаете, кто из вас Лютик, кто из вас Геральт, а я просто буду лысый хрен или кто там, Геральт, а, хрен моржовый, вот, буду хрен моржовый. Вот, поэтому, что про себя рассказать? Собственно, как ты работаешь в Юстехе, лучшая компания Эва, даже без шуток. Пока рано, но вектор правильный. Все, потом, да? Ну ладно, вычтешь потом из премии, как говорится, да. Ладно, шутки шутками. Да, ну ничего, а то дизайнер, дизайнер, да, продуктовый, вот, каналчик свой веду. Потом, если ссылочку предложите, будет хорошо, опять же вычтешь. Да, приложим. Да, у Сани и подкаст свой, и канал, и, в общем, и в целом он даром времени не теряет. Ну, я как бы позже, как говорится, стартанул, но я не знаю, что даже сказать. Вместе кушали котлетки в столовой мы, и это самое интересное и классное из этого всего. Ну, вы, собственно, можете по качеству видеть и слышать, что Саня подкастер. То есть сразу видно человека, который занимается этим. Потому что, знаешь, если бы мы взяли с улицы кого-то, то что это было бы? А тут чек, ну, в 720p. Сразу видно человека, который, да, в 720p видео прислал. И там еще потом этот звук будет вот такой. Вы не видите, но я ручкой вверх-вниз сделаю, поэтому, да. Но мне понравилась подводочка к Ustech и career. Ustech.ru, если честно. Ну да, перехватываем. Career.Ustech.ru. Вы знаете, что мы здесь в подкасте напоминаем вам о том, что если вы хотите что-то в жизни изменить, особенно в своей рабочей жизни, так скажем, то есть карьерный сайт у компании Ustech, где мы с Саней работаем. И я больше тебе скажу, Саня, здесь есть горячая вакансия продуктовый исследователь. UX CX. Я буду требовать комментарий от тебя. Что за CX и что делают продуктовые исследователи? Да, что они исследуют, интересно. Если бы я знал, то я был продуктовым исследователем. Так они, может, лохи какие-нибудь. Это, может, типа, знаешь, твои помощники. Да ты что? Не, ну, слушай, давай так. Мы все помощники кого-то. Уж если честно. Поэтому тут как бы, как посмотреть. Все помогаем продуктам. Поэтому предположительно. Ну а что ты начал-то? Я, да, я буду максимально обтекаемо говорить. Продуктам или продуктам вы помогаете? Или тем и другим? Блин, когда как. Кто больше платит по быдлю. Но я, в общем, веду к тому, что продуктовые исследователи, скорее всего, все-таки исследуют продукт. И вообще, как там, что с ним надо взаимодействовать? Где какие боли у пользователей? Ну, в общем, да, у меня есть подозрение, что они и помогают, типа, дизайнерам, и, собственно, все. И продуктам. Это аналитики какие-то, походу, да? Нет, не аналитики. Это именно те чуваки, короче, ну, как я сейчас понимаю. Может, я потом еще и обосрусь. И мы это, надеюсь, вырежем тогда, если обосрусь. Или, наоборот, на главную впихнем. Так вот, я веду к тому, что продуктовые исследователи, они именно исследуют, что пользователям надо, как они взаимодействуют, что хотят. Это именно подойти со стороны пользователей, не со стороны продукта. Ну, то есть, продуктованер такой пришел и говорит, типа, чуваки, а я хочу, не знаю, там, какую-нибудь геймификацию врубить. А исследователь пошел, поговорил с пользователями, такой, типа, чувак, у нас там, практически не знаю, взрослые люди, им геймификация нахрен не нужна. Да, ты, типа, давай, не знаю, им какую-нибудь там рулетку включим, казино, шучу, конечно, вот, и это зайдет. Но про казино, конечно, шучу. Оно нельзя. Я просто стал гуглить вот про продуктовых исследователей. Тут натуре такие чуваки, которые реально вот, ну, типа, анализируют всякие разные штуки. И я, когда увидел слово анализирование, я подумал, что это аналитики. Ну, те же самые. Просто, понимаешь, можно так вообще каждого выделять. Вот есть продуктовый исследователь, есть продуктовый там какой-нибудь геймдизайнер, продуктовый тот-то-сё-то, короче. А я пытаюсь это именно подогнать под общую тему. Ну, под общую тему чего? Продуктов исследователей или нас? Под общую тему, что тут много вакансий, каждый найдет себе подходящую, интересную, сможет откликнуться на эту вакансию и сказать, что вы от Саши Гончарова. И тогда все, что нам дадут, все перейдет в фонд подкастов. Ну, вообще, CX — это что, Customer Experience? Или что? Да, скорее всего. То есть это, видимо, UXеры с точки зрения бабла, по сути дела, получается. Так почему... Не-не-не-не-не. UXеры — это типа одно, а CXеры все-таки другое. Ну, то есть, блин, в смысле, если исследование, то это исследование, а если, блин, UX, то это UX. Просто, ну, UX-дизайнеры тоже проводят исследования. Так проводят, да. Это типа именно условно как бы мы начинаем уже дробить и делить внутри. А, то есть это под тип UX-дизайнера, это... Ну, я бы, да, так, наверное, назвал. Ну, то есть как бы, смотри, типа в продукте, типа, когда ты в продукте, ну, ты не можешь все успеть сделать. Ты не можешь успеть и исследования провести, и редактурой заняться, и там иллюстрации отрисовать, и еще что-нибудь. Поэтому как бы в каждой команде все по-своему. Где-то нужен исследователь, где-то редактор. Где-то один дизайнер все будет делать. Вот. Как full stack, короче. Можете в career.use.tech.ru обращаться даже за тем, если вы customer experience, там таких тоже чуваков ищут, которые шарят в customer experience. И тут я вижу, тут на самом деле как бы все есть. И разработка есть, и управление проектом, если вы менеджер до хрена сегодня. У нас сейчас большой стрим по 1С-никам, кстати, открылся. И 1С-разработчики, и архитекторы, и аналитики, и даже по автоматизации тестирования в 1С люди нужны. Это прям прикольно. Мы прям растем вширь, так скажем. Поэтому я бы не проходил мимо. Даже .NET-разработчики нужны всегда. Ты знаешь, как... Ладно, не буду. Ну, в общем, нужны им всегда. Аналогии. У меня, да, у меня странные аналогии в голову пришли, поэтому неважно. А давайте я вам задам вопрос. Давай. Интересный. Ну-ка. Что такое Hadoop? Вот у нас есть разработчик Hadoop. Мы пытались уже, мы пытались уже. Я читал даже вслух. То ли подкаст назад, то ли два подкаста назад. Я не запомнил ни слова. Да, в прошлом подкасте мы тоже зацепились за этот Hadoop. И это были какие-то типа, то ли DevOps, полу-DevOps-архитекторы, какие-то чуваки такие, которые там архитектуру настраивают. Но заметь, все зацепляются за этот Hadoop. А что значит? Скорее всего, это вакансия, которую никто не знает, как на нее вообще залететь. И это значит, что... Включение внимания к карьерному сайту просто. Да. Если ты Hadoop, скорее всего, тебя оторвут с руками. Даже если самый тупой Hadoop — Junior, то, короче, можешь зайти на career.yustech.ru и там тебя с руками оторвут Hadoop. Возможно, Hadoop Junior не существует. Они сразу, да. Да, да. Там сразу великие люди. Скорее всего. Но звучит так, как будто там реально очень великие люди. Поэтому кто Hadoop, напишите в комментариях. Да. И не только. Переходите к нам на юстех, потому что вакансии... Либо нам они всегда нужны, либо это вакансия, которую давно уже хотят закрыть. И, возможно, именно вы ее и закроете. Поэтому ныряйте по ссылке в описании. Пойдем к нашим темкам, которые мы отобрали собственными руками. Пошли на улицу и отобрали у подростков около КБшки. Короче. Вот это первая твоя темка. Она реально как будто из КБшки, если честно. Ну да, да. Просто мы только что поговорили о том, как войти в IT будем говорить. А теперь давайте поговорим о том, как выйти. Что будет, если выйти из IT? Даниил Беляков написал на Хабре историю о некоем воображаемом друге Сергее. Возможно, это лирический герой. Возможно, это альтер-эго Даниила. Возможно, это реальный человек, который выгорел. Он работал синиер-джава-девелопером в российском банке. И в какой-то момент у него припекло, он решил уйти. Что, ну тут шуточки, типа, прощай, не мытый IT, страна рабов, страна господ. Вот. И он устал. Он устал от того, что есть таски, менеджеры, какие-то планирования. Вот это все, что надо 8 часов сидеть за монитором, что надо себе геморрой зарабатывать, вести неподвижный образ жизни. Вот это все. Выгорать. Ну да, да. Как следствие выгорать. Поначалу он испытывал эйфорию. Ему казалось, что прошлая жизнь была тюрьмой, где он являлся заключенным. И только представьте, никаких менеджеров, тасок, код-ревью и прочей фигни. Свобода. Ну, короче, 3 месяца он тусил, отдыхал, ходил в спортзалы, смотрел сериалы, в кино ходил, погулял. Вот. И вдруг финансовая подушка закончилась. Ну, наверное, не полностью, но он начал задумываться о том, чтобы как-то это, нужно было искать работу. Он пошел на рынок, как мы это называем. Первое, он подумал, почему бы не вернуться вот не в Enterprise IT, но как бы чуть-чуть с информатикой. И подумал, учитель информатики, это же здорово. Открыл сайты с вакахами и понял, что 25 тысяч стоит зарплата. Именно стоит зарплата. 35, если взять две ставки и там, ну, видимо, тянуть все параллели в школе. Вот. Он понял, что, ну, давайте я позвоню, как-то, может быть, да. Вот. Узнал, что не может работать без сертификата. А оказалось, чтобы получить сертификат, он, во-первых, 4 месяца учится, во-вторых, 36 тысяч рублей еще на это потратить. Короче, он отказался. Который он уже проел там. Который, да, да. То есть, который он за день проел. Ну, поэтому тут такое. Администратор в кальянной. Следующая работа мечты, которая... Ну, и как бы учитель информатики написано «Мечта юности». Видимо, следующая мечта юности это администратор в кальянной. Нашел вакансию. Студентство уже. Ну, это да. Он, видимо, учился на учителе информатики, да, почти как мы. Ну, да. И ходил в кальянку. Такой, блин, а вот прикольно было бы тут. Ну, опять же, да. Все по нашим стопам. Там дальше тоже практически по нам. Так вот, администратор в кальянной. Прошелся без, вышел на смену, все классно. Думал, будет сидеть, томно общаться с интересными личностями, которые сидят по вечерам в кальянке. Вот. Но оказывается, что все не так. Все сотрудники ненавидят своих работодателей. Ну, то есть, грубо говоря, другие администраторы кальянной и там еще какой-то персонал токсично себя вели. Его, видимо, это оттолкнуло. Кроме этого, еще и люди хамили. Это мы как бы с вами, да, когда бываем в таких местах, мы улыбаемся, нам все нравится, мы там предлагаем, чтобы мы сами там донесли себе до места что-то и так далее. А обычный люд, он не такой немножко. И вот с этим столкнулся наш Сергей. Плюс еще и подрались у него там в кальянке. 10 тысяч рублей ущерб составил, и его повесили на него. Что типа он вовремя не погасил там и так далее. Короче, он в первый же день уволился. Ну, наверное, он и не устраивался. Ну, короче, встал и пошел. Вот. Третья итерация мастер по дереву. Думал, что все будет классно. Он давно там умел, работал туда-сюда, взял заказ, 50 тысяч рублей, все здорово, две недели потел, работал, звонит заказчику, заказчик трубку не берет. Все. То есть, ну, очевидно, что не все 50 тысяч рублей стоили материалы, там, например, 20 тысяч стоило материалы, осталось 30 ему чистых денег за работу, но заказчик не появился, трубку не брал, он не смог до него дозвониться, соответственно, минус 20к, ну, минус 20к минус. Вот. Грустно, грустно, но будучи морально разбитым, я дальше буду цитировать, Сергей прозябал на лавочке в городском парке. Ему казалось, что жизнь подошла к концу. Не знаю, как долго он так сидел, но знаю, что в какой-то момент ему пришло сообщение от бывшего продакта. Серега, привет, мы открываем новое направление, нам срочно нужен бэк. Я договорился, тебе дадут 300 косарей, что скажешь? Сергей улыбнулся, и через год его сделали техлидом. Какая-то странная сказочка, если честно. Честно, я-то читал, короче, эту статью еще до того, как мы... Ну да, я-то скидывал, да, да. И я думал, что здесь будет другое, честно. Я думал, что он реально там чел, ушел, стал мастером по дереву, зажил, короче, и стало классно, и вообще отказывайтесь в какую-то там ручную работу. Причем без образования. Повесточка по Сане. Кто какую хочет, тот такую толкает. Если сегодня Саня, например, напишет, он может написать уходите и зайти, идите в юстех, например. И тоже будет повесточка в целом. Я к тому, что все свое выбирают. Но на самом деле, не так есть... Ну вот как бы то, что типа читал уже эту статью, неожиданно, да. Пока Саня начал ее рассказывать, я прочитал. Короче, знаете, ощущение, как будто слишком сильная сказочка, именно из мания мирка чувак, который типа такой нюа-нюа-нюа, я получал там, условно, да, там 200 косарей, пойду там учителем поработаю, я же не знаю, что учитель там получает меньше, чем 200 косарей. Неожиданно, да? Это первое. А второе, смешно, не менее, что типа он именно как бы... Ну, я, конечно, тут еще душнило, но тем не менее, короче, когда типа скажешь, что у него не было 35 косарей, чтобы купить сертификат, а потом он, блин, на 50 косарей купил все эти материалы. Я думаю, вопрос в том, что четырех месяцев у него не было. То есть, бог бы с ним 36 тысяч за сертификат отдать, но 4 месяца еще быть без работы и учиться, чтобы потом эти 35 еле-еле выгребать, это как бы он взвесил, и что, ну, нет. Ну, типа, он, знаешь, как будто не в нашей стране живет, как будто он не знает, что может сертификат найти на улице за 50 тысяч. Ну, я, конечно, шучу, но тем не менее, типа, так и хотел, видимо. Ты имеешь в виду без проволочек вот этих бюрократических получить? Ну, как бы чуть-чуть, типа, обойти. Ну, да, 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 чуть-чуть доплатить, так сказать, за ускоренное обучение. Ну, блин, это, конечно, все шутки, я просто думаю, что раз мы про сказку общаемся, мы сказочно и думаем. Ну, на самом деле, вот, короче, я когда читал, даже вот отметая то, что чувак, типа, наивный или это придуманный персонаж наивный, да, в целом, ну, такая история могла бы быть, да? Вот, ну, вот, вот, и, допустим, мы сейчас, если бы ушли, мы бы тоже пошли учителем информатики, например. Просто, мне кажется, учителем информатики тоже какая-то айтичная тема. Тоже я бы не стал. Уже вообще, я бы компьютеры отринул тогда, если ты уже, короче, полностью. Я бы сразу к дереву пошел, да. Я бы пошел сразу к администратору кальянки и 10 тысяч просрал, во-первых. Вот. Но я чувствую, что, знаешь, его подламливало даже не то, что там где-то надо 36 тысяч, где-то 10 надо заплатить, а просто, что эти преграды ему встречаются. Ну, то есть, типа, он собирался, да, он психологически собирался стать человеком, который, как бы, отдыхает, не выгорает, а его вот эти вот преграды ломали, которые, на самом деле, еще хуже, чем выгорание в айтишке, так сказать. Но, заметь, он не выгорел ни разу. Ну, так. Не успел, да. Не успел. Да, не было расхода, что он выгорел. Возможно, выгорел. Подожди, может быть, с этого и началось. То есть, как будто бы началось с того, что он выгорел. Ну, да. Ну, я к тому, что, ну, знаешь, пока, условно, там, дерево стругал, он же не выгорел. Я понимаю, что он там недельку постругал. Ну, да, да. Это даже в удовольствие. Типа, вот как я тоже дома ремонт делаю, в удовольствие две недельки в пыльке постоять, а потом я, наверное, не хотел бы так много. Ну, да. Давайте вывод. А вот вообще, вы бы вот хотели, даже не то, что выйти и зайти, но выйти и зайти. А если бы, ну, представим себе, что вот, ну, по какой-то причине надо поменять было бы на вот что-то такое, да? Вы бы строили тоже вот иллюзии какие-то или вот как, вот вообще, вот, как думаете, это вот все, вот это на жизнь похоже, то, что здесь написано, или это прям вот, ну, нежизненно вообще абсолютно? Слух. Давай, Саня, он скажет, а то он прям готов. Я, да, я начал вздыхать, насупливаться и так далее. Короче, во-первых, я бы точно не строил иллюзии, потому что уж что-что, а то, что на других наемных работах плохо и несоизмеримо хуже, чем в IT, я знаю, как бы, ну, просто, как факт. и я не могу сказать, что я бы действительно такой сидел, блин, 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 я сейчас буду реально там в сидрери какой-нибудь барменом и офигенно вообще топ, жизнь просто изменится. Да, я буду получать там меньше, но зато я счастливый буду и так далее. Кого? Это, ну, это только, когда ты посетителем там находишься, тебе кажется, что это прикольный вайб, что людям что-то нравится и так далее. А вот когда я, опять же, на красном октябре был в этой чайной, да, я туда пришел практически под открытие, то есть она начинала работать с 12, и мы с Пашей где-то с 12.30 там сидели, но я пришел пораньше около 12. И там все было просто, там какие-то все расставлено, переставлено, потому что ее арендовывали днем ранее просто под тусу какую-то. И там чувак, который этим всем занимался, видно было, что он, судя по всему, еще и владелец этой всей темы. Ну, как владелец, он это арендовал и он это устраивает, то есть владелец, так скажем, бизнеса. И он очень замученный был, там что-то выставлял, на автоматизм передо мной извинялся за там кавардак и вот это все. Самое главное, там еще было то, что кроме кавардака, так скажем, там еще было, ну, там проветривалось, то есть там окна все были открыты, настиж, и их, судя по всему, на всю ночь оставили, настиж, перед этим. Поэтому там все вымерзло к хренам. Все уже он закрыл, включил всякие тепловые пушки и так далее, но сильной ситуации это не помогало, то есть там прям холодно было. Ну, и потом я уже понял, что там и в так-то не очень было тепло, просто потому что это мансардное помещение. Но, короче, в его глазах было видно, что все плохо, что это, ну, хотя ты там, вот просто приходя туда, ты такой думаешь, блин, вот люди занимаются тем, о чем мечтают. У них чайная, они любят китайский чай, они сделали бизнес, они сейчас тут людям в массы несут эту культуру и так далее. Нихера, это все равно все труд, это все равно все какое-то вот... Не так красиво, да, как выглядит, с другой стороны? Вот как чай пить там сидеть? Вот да. Даже и чай-то там пить, сидеть, я вот не могу уже, я вот как будто бы эмпатично вот это все сейчас продумываю всегда, где бы я ни был. То есть я даже, когда в серф-кофе, где реально, типа, красиво, где они все хей-хей, улыбаются тебе и так далее, я уже вот вижу сквозь это обычных людей, которые просто работают на работе и которые, когда там вот в нашем серфе, который на гаджете, там стоит лего-адидасовский ботиночек этот, да, и, короче говоря, он в какой-то момент там, видимо, кто-то его уронил, и там под прилавком лежала деталька. И я девочке говорю, типа, там эта деталька у вас лежит. Нет, это не я была, Алина была. Алина говорит, деталька лежит у вас там. И она такая, ну да, лежит. И видно, короче, что она и пальцем не хочет особо шевелить, чтобы тут что-то сделать как бы лучше, что типа, ну вот когда хозяин придет, вот он пусть детальки подбирает, типа, убирает и так далее. Ну и действительно, у нас же были знакомые, которые там работали, которые ушли как раз по причине того, что, ну, условия труда, в общем, разные, назовем это так. Не дают детальки собирать. Или не доплачивается то, что ты детальки собираешь. Поэтому тут как бы... Блин, просто это видишь, я к чему это все спрашиваю, а куда тогда деваться? Вот допустим, ты выгорел, ну или не ты, а мифический Сергей. Что делать-то с этим? Саня, вот ты, как думаешь? Так, а я думаю, что жизнь все-таки боль, пацаны. Так. Ну, типа... Ну, это прям вообще, блин, ну вот невозможно там себя собрать, встать, что делать, вот. Вот все, вот. И хочется поменять, а поменяешь работу, будешь вот в такую хрень попадешь, а не поменяешь, будешь выгоревший. Что делать? Выгоревшим ходить? Ну, во-первых, походи выгоревшим. Чего тебе, кто мешает? Ходи выгоревшим, ходи и этот, не мешай рабочему процессу, пускай тебя уволят, как этого дурака. Я веду к тому, что типа, блин, устал, возьми отпуск. Ну, мало тебе отпуска, возьми еще отпуск за свой счет. Ну, практически накажешь себя рублем, посмотришь, что дальше будет. Я не к тому, что, знаешь, бабки самое главное, просто к тому, что, короче, ты где бы ни находился, тебе в любом случае, ну, как бы будет везде, условно, не сладко, ты везде с помощью встать, везде что-нибудь найдется, какая-нибудь хрень. Ну, типа, то есть, вот я тоже с чуваками общался, и, например, там дальнобойщики просто тоже какие-то, ну, не миллионы, но миллиарды зарабатывают, ну, прям реально много. Звучит же красиво дальнобойщикам, прикинь, едешь, у тебя там какая-нибудь степь, впереди горы, степь горы. Ну, это пока у тебя не повисло ничего. Вот это красиво звучит. Вот, вот я про это и говорю, а потом... Нет, а потом, когда после того, как повисло, уже снова красиво звучит. Ну, да, а потом ты полежал, у тебя как бы, и все стало сразу хорошо. Я, в общем, короче, к тому, что, блин, везде свои издержки. Мы, это, типа, ржались с женой, что, короче, условно, сидячая работа – это гемор, а стоячая работа – это варикоз. Это стояк. Потому что, да, выбирай, что хочешь, либо ножки страшные, либо на попе некрасиво. Вот. Поэтому, короче. Ну, я Санину мораль переведу, отвечая на Никитин вопрос, что надо, во-первых, work-life balance делать. Да, согласен. Согласен. И придумывать себе какие-то активности. То, что мы с тобой в Пришову обсуждали, типа, локального туризма, каких-то музеев, экскурсий и так далее. Вот эта штука, она здорово помогает. Вот я, когда ездил каждые выходные на дачу за город, вот это тоже, прям отвлекает, это помогает. Это каждые выходные, ты выходишь в понедельник, ты вообще забываешь, что было в предыдущую неделю, потому что тебя прям сильно перезагружает эта вся история. Ну, то есть буквально клавиатуру откидывать максимально далеко от тебя. Чем дальше ты откинешь, тем потом приятнее будет за нее сесть. Ну, хотя бы не так блеводно. Да. К сожалению, это, кажется, работает. Давай, открывайся. Что вот, да, действительно прошло какое-то время, и, ну, как бы у нас там в чатике ходит мем смешная, да, что типа Саня машина, то бишь я, и не в плане того, что я терминатор, в плане того, что типа могу хреначить много и долго. Я проработал, там не могу. Вот, я к тому, что, а сейчас, прикиньте, прошло время, и походу, я не знаю, там то ли весна, то ли возраст, то ли что, и прям реально уже неохота садиться за комп, и как бы, знаете, приходит какая-нибудь пятница, и там, например, Ксюша говорит, поехали куда-нибудь отдохнем, и я, ну, как бы раньше, и не то, что ты такой, да, я посижу по работе, но я такой, блин, что-нибудь посижу за компом, не знаю, по чилю, сейчас я помню, что прям уже даже неохота за комп, я такой, блин, типа поехали, вот съездим, что-нибудь воздухом подышим, и по Саньку реально забыть уже, какие-нибудь там на тебе таски висят, что в понедельник прийти просто как чистый лист, иногда прям как-то уже охота, неожиданно. Принято, то есть все, кто весной сейчас почувствовали, то самое, что Сергей из статьи почувствовал, одумайтесь, вы можете просто поехать отдохнуть, на самом деле, правильно? Да, да. Окей, к следующей теме, про нейросети. Не ищите нейросеть, у вас в команде она уже есть, такая тема, которая у нас заявлена. Тут на самом деле тема о том, как чувак хает буквально нейросеть. Такую я и хотел, вот если ты в прошлый раз ожидал чего-то, и не оправдались, тут я это и ожидал, и слава богу. Да, да, тут он прям хает. Короче, чувак из-за регион-софта вот этого, которого, то есть тут, ну, это не какой-то пиар, потому что чуваки именно пытаются для себя выжить что-то из нейросети, чтобы она им помогала так же работать, как и нам всем, да, допустим. И чувак говорит, блин, короче, вот сейчас такой хайп, типа, нейросетей, и вообще сейчас, типа, буквально, ну, нейросеть вообще хотят променять вот на своих сотрудников. Сотрудников уволить, а нейросеть как бы, чтобы за них работала. И это, говорит, буквально похоже на карго-культ. Я пошел гуглить, что такое карго-культ, потому что я не знаю, к сожалению, как необразованный мудак. Да ты что? Уже сразу ты дал. Прямо это сейчас много, прям где про карго-культ говорят. Используюсь. Я не знал. Это в поп-культуре прям сейчас, да. Ну, продолжай. Слушай, я не знал. Ты тоже что? Это, короче... Что в попе я не знал. Ну, давай, Сань, тогда расскажи, что это такое? Так вы так видите, как будто я исследую. Я просто знаю, что это о том, когда ты делаешь что-то ради того, чтобы это делать. То есть, условно... Давайте я вам тогда больше историю расскажу. Ну, давай. Типа, короче, была военная база США. Не помню, где-то, условно, где-то у попасов. Где-то в Африке, да? Да, да. Где-то реально там какие-то просто чуваки отсталые племя. Там была военная база США во время Второй мировой. По-моему. Вот. Они туда просто чисто прилетали. И туда именно прилетал самолет. Ну, естественно, какие-то марсы, вкусняшки. И они именно аборигенов подкармливали всякими вкусняшечками. А потом война закончилась, базу свернули, и они уехали. А аборигены, запомнишь, типа прилетал самолет и давал им вкусняшки. И они, условно, самолет как божество возвели, ну, как бы в абсолют. И построили, типа, самолет из деревяшек, что, типа, вот он прилетел, как будто бы, и он им вкусняшки даст. В общем, идея каргокульта в том, что ты делаешь, и нихера не понимаешь, как это говно работает. Вот все, конец. Короче, аборигены не получили вкусняшек, да. Да. Вот это про нейросеть, короче говоря. Нам автор пытается намекнуть, что вы тоже как бы хайпите то, что практически не понимаете, что хайпите. Вот давайте, говорит, рассмотрим вообще вот нейросети. Что в них хорошее? Вот как использование для работы. Например, все думают, что вот нейросети могут все, да. И на самом деле, в чем минус, главный минус вообще нейросети, это то, что это не ваш сотрудник. Ну, я просто чуть ближе подхожу к самому хейтиню нейросетей с точки зрения этого чувака. То есть нейросеть это не ваш сотрудник. Вот посмотрите на своего сотрудника, да. Он как бы в вашей компании работает, он включен в продукт, он знает его там всякие места потаенные, плюс он знает, что ваши там клиенты хотят от этого продукта и так далее. Дальше. Смотрим на нейросеть, которую вы хотите заменить, этого сотрудника, да. А нейросеть, она же учится, ну, как бы на всем интернете, да, на огромном количестве информации, поэтому ее информация, которую она выдает, это что-то посередине примерно, да. Это что-то по медиане взять, и она что-то вот напишет, что-то выдаст, какой-то результат. А ваш сотрудник, он непосредственно включен в ваш проект, и он понимает, что там, и он будет качественнее все, ну, качественнее выдавать какой-то контент, там, код, например, или там маркетинговые, какие-то тексты маркетинговые, да. Вот. А нейросеть, она будет как бы что-то общее говорить. Кроме этого, кроме этого, что еще, допустим, сама по себе часть, вот, если взять нейросеть, как часть команды, кому-то, никому же неприятно будет в части команды иметь какого-то компьютера бездушного, правильно? Всем же хочется, чтобы были все, ну, как бы, люди. Тоже, как бы, это минус. То есть, по сути, нейросеть, это такая, ну, CRM-ка, некая инструмент, да, ну, это, это, здесь чувак не спорит, что это инструмент. И что люди, которые, как бы, круто, может быть, используют его как инструмент, нейросеть, то есть, например, там, ну, как-то вдохновляясь с каких-то вот пунктов, которые там тебе выдала нейросеть, это окей, это нормально. Но то, что просто, вот, взять, заменить человека нейросетью, это супер тупо. Потому что, например, человек еще, вот, имеет такую штуку, как интуицию, да. Вот это сложно объяснить для нейросети, что такое интуиция. Даже просто вот на каких-то там базовых примерах, да, человек может почувствовать просто вот, если проходит какой-то мозговой штурм, да, допустим, ну, про какую-то идею, да, айтишную даже, допустим, нейросеть, она не сможет вот как бы почувствовать вот этот вот мозг, который все еще не объясним, какой-то, который очень сложный, да, наш. Он все еще для нейросети, но не воспроизведен так, как вот его хотелось бы, да. А интуиция, это ли не есть как раз тема, что ты уже пару раз обосрался, и у тебя предчувствует, что в третий раз, скорее всего, будет такая же проблема, либо ты слышал, что кто-то обосрался, то есть это как будто бы то, что должна уметь нейросеть, компиляция опыта из прошлого или из там смежных каких-то там сетей. Но, видимо, это не только так работает, да. Да, но это не обязательно просто с обсером связано, бывают там какие-то более тонкие вещи, то есть, как сказать, допустим, ну предлагая какую-нибудь, опять же, если вот маркетинговые какие-то фишки предлагать, ты же знаешь, как люди вот реагируют на разное, о чем они думают, там мемы, какие-то текущие всякие вещи какие-то волнуют людей, то есть нейросеть, она немножко вот не подстраивается под это, она немножко как бы не такая тонкая, химии нет, да, нет химии. И здесь как бы чувак напирает на то, что, кроме того, что у тебя, блин, просто все усредненное выдается, у тебя это вообще просто, ну, штука не интуитивная, абсолютно, кроме этого, она, ну, вы сами знаете, вы сами видели, в принципе, какие она ответы выдает, она часто, тавтология, часто повторяется очень сильно, ее тексты постоянно надо корректировать, опять же, вот если вы маркетолог, вы стопудово знаете, что там надо пересмотреть все, как бы перечитать, что она выдала, иначе это будет просто, ну, не потрепщено, такое просто нельзя давать людям читать на полном серьезе. Знаешь, к сожалению, очень часто их юзают, например, для того, чтобы по-английски что-то написать, и человек, который не носитель, ему реально кажется, что вообще топ, просто гениальное что-то выдает, при этом, я бы все-таки носителей-то спрашивал, ну, давай так, во-первых, не соизмеримо лучше, она, скорее всего, работает на английском, чем на русском, ну, если мы получат GPT, например, но я бы все равно не полагался, потому что я прям вот вижу, что иногда косно как-то получается, и даже не столько косно, что, типа, как моя твоя не понимай, а типа, что хочется реально сказать, а теперь расскажи, короче, как на Пайтоне вширь обойти дерево, то есть прям ты видишь сразу, что что машина, уничтожить, да, 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 и кроме этого, она еще, короче, вот плохо у нее с фантазией, с одной стороны, хорошо с фантазией, потому что она, как бы, знает все, да, но с другой стороны, когда ты задаешь какие-то там, ну, банально, здесь чувак вот предлагал придумать пять вариантов названия акции-распродажи со скидками 10% для новых клиентов на период с 1 по 15 марта, и нейросеть ему, ну, буквально, там все про мартовский бонус, мартовская акция, то есть, ну, нет какой-то вот придумывалки, да, а чтобы была сильная придумывалка, надо писать очень сильный промпт, запрос, который, пока ты его составишь, ты уже сам все придумаешь, то есть чувак еще напираешь, вот ты сначала час бьешься над промптом, ты уже все понял, что тебе надо, потом еще час перепроверяешь ее, что она тебе выдала на этот промпт, и у тебя занимает это времени, ну, плюс-минус, больше даже, чем если бы ты сам это сел и придумал, вот, и, короче, буквально кажется, что твои сотрудники, вот те самые включенные люди в команде, которые профессионалы, и все такое, все знают, они сделают намного лучше, качественнее, быстрее даже, чем эта нейросеть, хотя нам всем кажется, что что там нейросеть запросил, и все, она тебе выдала, и все классно, вот, ты вставил и погнал, так кажется только тем, кто не пробовал еще, наверное, ну да, конечно, конечно, чувак на нескольких примерах, опять же, он спрашивает разные штуки у нейросети, и там нейросеть буквально, ну, выдает очень страшные вещи, там типа, знаешь, придумай, сейчас я вот найду, здесь очень смешно, там она буквально, если такое выдать, то это вообще досвидос, там буквально, типа, придумай, как общаться с клиентами, которые там, придумай, как менеджерам по продажам CRM нестандартно и позитивно приветствовать собеседника во время холодного звонка с целью привлечения клиента, и тут, как бы, ну, вы понимаете, да, это на русском, согласен, но чат GPT, он просто, ну, пишет, как будто другие машины будут слушать, как вы понимаете, это не будут люди, это не, приветствую свежий, горячий клиент, какая у нас сегодня викторина, как вы отгадываете загадку, я расскажу вам, если вы отгадаете загадку, я расскажу вам о нашей уникальной CRM-системе, если ты такое скажешь чуваку, он сразу повесит трубку, он просто... Ну, покекает. Да, да, вот опять же, мне сегодня звонили из Сбербанка, Сберкарту предлагали, к сожалению, не реклама, хотя я вам всем предлагаю, 230 тысяч можно брать, но это мне 230, вам может быть 2 миллиона. Если мы викторину отгадаем. Да, у меня, кстати, Сберкарту 620 предлагают. Ну, вот видишь, я лох, но суть в том, что, короче, тетенька, ну, это была, по-моему, я пытался, пытался, я слушал, это была не нейросеть, потому что тетенька, ну, очень живо, нормально разговаривала, и она специально, видно, что как будто она по скрипту, ну, там очень было вещи, которые она прям читала, с бумажки, но она по скрипту разговаривала со мной так достаточно деревенско. Ну, в смысле, то есть видно было, что для людей, короче, она там, ну, как типа, допустим, короче употребляла, то есть она, короче, пыталась спуститься до моего уровня, так скажем, до уровня людей, которые Сберкарту оформят. Вот, к сожалению, чат GPT, он плохо спускается до уровня, даже когда ты его просишь, скажи так, как будто ты, там, чувак из этих, из спальных районов Челябинска, он и то начинает высокопарно, там, какие-то строить, короче, сленговые, как будто ты родителей попросил на сленги поговорить интернет нам, ну, вы понимаете. Да, короче, немножко выглядит все не очень, особенно на русском, здесь чувак, конечно, очень сильно на русском все исследует, для русского сегмента, скажем так, и, ну, да, и делает вывод, что как бы пока что людей, ну, вообще абсолютно бредово заменять на нейросеть, вот, в слепую, в тупую, вот так вот, потому что люди, ну, намного лучше сделают, и как бы он, естественно, как это будет дальше развиваться, вновь покажет время, там, и все такое, но, тем не менее, пока это сейчас тупо. Вот, вот вся статья. Как вы смотрите вот на использование нейросети, опять же? Такой тупой вопрос вам задам, как будто я сам нейросеть. Смешно, да, 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 я тебе, знаешь, что расскажу, что я тут тоже типа читал про нейросети, сам, естественно, не пользовался, только читал, что, наверное, самая прикольная темка в том, что типа-типа нейросеть все еще там не умнее ребенка, в плане того, что, ну, это, по-моему, опять же все обсудили, ну, давай заново из пустого в порожнее перельем, что, типа, если ты ребенку покажешь условно два стола, то третий он уже сам научится определять, ну, как бы, то есть он там с тремя ножками, это ему тоже стол, на двух ножках, если стоять будет тоже стол, к стене тоже стол, ну, и так далее, короче, все, на что можно поставить на любую поверхность, ему уже будет стол, то есть может ребенок ошибется, типа, между стул и стол, но в целом он тебя понимает, нейросеть нихера не поймет, и вот, наверное, в этом главная проблема, так же, как с викториной, короче. Ей много столов надо показать, ей же уже показали много столов, и проблема в том, что условно у нейросети, типа, нет креативности, ну, как бы, ее типа, как бы у нас, конечно, можно сказать, нету, но идея-то в том, что именно нейросеть, она просто, там, условно, тысячи вариантов, отрабатывает, ну, на миллионах, там, поправьте меня на миллиардах, без разницы, но, типа, она никогда не возьмет какой-нибудь, знаешь, вариант, что там, блин, сегодня марджа, и вот тогда давайте, там, возьмем цветы, а цветы, это, не знаю, какой-нибудь там, блин, без разницы, что тюльпан, а тюльпан желтый, о, давайте там желтый цвет используем в CRM компании, ну, такого, скорее всего, не будет, типа, такой, будем говорить, длительной, я понял тебя, цепочки, типа, сейчас март, в марте котики становятся очень такими, короче, активными, давайте котика используем для нашей компании, да, да, ну, короче, вот, туповато немножко, с одной стороны, с другой стороны, можно было бы про онт ей сказать, типа, ты подумай про какие-то, может быть, маскотов, может быть, она бы подумала, да вы, я бы не просил, во-первых, ждем пятую модель, и переотвечаем на этот вопрос после того, как поюзаем на английском, мы не успеем уже даже записать подкаст, там уже нас съедят, к этому, лезть-то нас будет, суровый веб GPT, да, суровый веб Neuro, блядь, seriously slime, вот, это первое, второе, эти кейсы, которые тебе, success-кейсы, использование нейросетей, их нужно самому высрать, то есть, вот знаешь ты, что у тебя есть рутинные задачи, вот ты берешь и тратишь какое-то время на них, а еще чуть-чуть на то, чтобы попробовать их с помощью нейросети немножечко облегчить себя, ускорить, автоматизировать, облегчить, да, в зависимости от того, что ты делаешь, пишешь себе приложку через Assistant API, или все-таки просто сидишь там и в чатике пишешь, вот, и в какой-то момент, когда ты это выстрадаешь все-таки, оно реально заработает, то, что ты это, как бы это сказать, потратишь времени столько же, сколько ты бы это сам сделал, возможно, в какой-то момент начнется профит, но абсолютно не сразу, то есть, сначала ты будешь работать в стол, делать вот это все в стол, учить ее, самому учиться, писать эти промпты, и так далее, и, но потом она поможет, то есть, например, вот Shell скрипты я писал, ну, может она, может, учить, ну, мы с тобой тогда опять сейчас, получается, говорим не, условно, не о креативе, да, не о создании чего-то нового, а именно об автоматизации, ну, то есть, вот я тоже слышал такой кейс, что чувак, по-моему, там, типа, у него код где-то по углам ссал, и он именно там нейронку на него начал натравливать, чтобы по нему водичкой стреляла, там, из пистолета, ну, норм, что? Ну, да, я, ну, Никита спросил, какие вы видите способы использования нейросетей, он про творчество ничего не говорил, поэтому я на первый, на изначальный вопрос поставленный отвечаю. Ты хоба сразу, да. С другой стороны, очень много музыки, которую делают нейросети, и если, ну, вот условно не слушать, там, блюз каждый день, то ты нейроблюз особо от обычного ты и не отличишь, но если слушать, то отличишь, поэтому тут пока для, конкретно прям для творчества, я не видел особо хороших кейсов, но именно для какой-то автоматизации рутины, даже автоматизация, это когда ты реально написал прогу, и она за тебя делает, а я говорю об ускорении, и о каком-то, ну, уменьшении рутинизации, я бы так. Чувак слишком, короче, в, собственно, новости, ну, в статье, он из-за того, что они там, видимо, маркетологи, до хрена, ну, там и кодеры, и маркетологи, неважно, но суть в том, что они, короче, там новые деечи, вот у него вся статья именно про это, то есть, не про то, что, хотя, на самом деле, он там и про код говорит, он кришет, вот, например, ты хочешь с помощью нейросети написать какой-то кусок кода, но нейросеть не знает, опять же, кучи, ты, опять же, можешь в промпте что-то учесть, но все равно она не причешет твой код под проект, то есть, вы в проекте используете какие-то методологии, хорошо, она напишет с помощью методологии, но все равно, там, какие-то штучки, фитюльки, не учтет, да, и тебе придется перечитать ее код в любом случае, и, скорее всего, от его отлинтить ее, ну, ты просмотри, ну, надо будет тебе, вот придется, ну, поэтому тебе придется эту работу сделать, вот, к сожалению, еще пока нельзя скопировать и вставить, вот так. Да, но, например, если ты не сеньор, там, я не знаю, в Пайтоне, а примерно знаешь Пайтон, то какие-то вещи отдебашить и переделать, тебе проще с ней будет, чем курс по Пайтону проходить, и самому это из башки делать. Это да, 100%. То есть, что-то где-то, какие-то лишние 20% за тебя доделывать, можно попробовать. Ну, да, то есть, если ты какой-то, знаешь, чел, который занимается тем, что у тебя в разных сферах там постоянно что-то происходит, и тебе нужно именно все в разных сферах знать, но ты же не можешь все знать, правильно, как мы знаем? Ты можешь постоянно у нее спрашивать, да, как бы качество будет не такое, но тебе не надо, если ты, короче, разносфероч, фуллстекоч, фуллстеки, то тебе, скорее всего, вряд ли надо везде быть сеньором, да, и ты можешь, короче, просто обращаться к ней, и тогда она тебе будет помогать реально. Вот, а если тебе в что-то углубиться надо, да, уже все, уже до свидания. Ну, и тут опять же еще, наверное, знаете, зависит от твоих, типа, финальных целей, у меня вот реклама моего подкаста, но тем не менее, реклама подкаста, потому что у меня интро, по-моему, и аутро, и картинка, все нейросетями сделаны, ну, типа, просто я был заказчиком, я такой, ну, типа, окей, это пойдет, ну, то есть, как бы, лицензия есть, все норм, типа, никого не обидел, ничего не нарушил, все, молодец. Ну, мы тоже некоторые обложки делали, но там очень сильно видно, что они нейросетевые. Да, конечно, видно. Ну, блин. Ну, у меня, типа, нет обложек, там Серега уже орет, ну, типа, сейчас он уйдет, его уведут, вот, но, типа, я, конечно, к тому, что вы видите, да, как говорится, отсюда, я, в общем, к тому, что у меня просто нет обложек, у меня, видишь, только одна обложка, типа, которая, ну, как бы, для аудиоподкаста, и мне норм. Ну, хорошо, что, мы довольно долго все это обсуждаем, поэтому, не знаю, что мы добавляем. Мы жесткие, мы жесткие, да. Подожди, ты хочешь сказать, вот это, где дизайны люди в центре, это, ну, да, вижу, вижу, что сгенерированы, вижу. Я сразу видел, там какие-то размазанные человечки. Я не сильно взглядывался, я просто как-то выглядело нормально, окей, как с блюзом нейросетевым, если не знать, то, а дизайн пива, вот эти четыре стакана. Ну, нет, там уже что-то человеки сами делали. там тоже видно, что теней не доделали, они в воздухе висят. Нейросеть бы не так сделала. Нейросеть бы просто бы сделал пять стаканов. Да. Ну, ладно. Короче, следующая наша темка, очень важная, это smartape.ru. Да. Первые месяцы года были довольно жирненькие по рефералке, видимо, там, у всех обновились аренды суперсерверов, там, и так далее, поэтому поднажмите. У нас здесь вообще офигенно все. Интернет-канал 200 мегабит в секунду. Причем, вот мы здесь видим некий рубрикатор, да, который на smartape.ru slash ssdvps, если вы в менюшке выберете, это я вам, чуваке, говорю, быстрый VPS на NVMe SSD, в серой менюшке. Тут есть некие рубрикаторы с пред какими-то этими, с пресетами, так скажем, но на самом деле, на самом деле, если просто зарегаться и зайти в админку и оттуда настраивать, там каждую хреновинку можно поштучно настраивать, и там будет прям тариф в зависимости от того, ну, там, каждое ядро стоит сколько-то плюс денег, каждый гигабайтик, вот это все. В том числе, там интернет-канал можно до гигабита выставить. Здесь везде он как бы так указан, 200 мегабит в секунду, как что-то среднее. На самом деле, есть и гигабит. Хотелось почему-то на этом. Ну да, то есть люди могут подумать, блин, а что тут несколько только тарификов, а я вот, может, хочу, а там можно кастомить. Да, здесь очень-очень такой рубрикатор подробный, поэтому обязательно попробуйте. Есть даже, ну, если хотите, не NVMe-шные SSD-шки, а HDD плюс SSD. Ну, оно еще прям, сильно дешевле, потому что, ну, потому что, если у вас какой-то статика, которую не сильно быстро надо отдавать, и вот это все, то, в общем, в целом даже и такое можно попробовать. Любые услуги за ваши бабки я крайне рекомендую. Если хотите как раз написать какую-нибудь прилку или Telegram-бота для того, чтобы с GPT поработать или с чем-то еще, то захостить его на SmartApe выглядит прям офигенной идеей. Это раньше, когда Telegram пытались блочить, со SmartApe нельзя было до Telegram-овских опих доступаться, а сейчас можно. Поэтому снова ждем вас всех взад-назад, потому что, ну, всякие Digital Ocean и Хетцнеры оплачивать уже просто, ну, не в моготу, там, какие-то миллиарды в час. Так это еще надо знать, как их оплачивать, так скажем. Допустим, узнают люди, но не сильно. Но дорого. Там дорого, прям дорого. Еще и, ну, пинги большие, потому что, ну, ты где-то все находится в Нидерландах и толку тебе от этого. Если у тебя клиенты все в Рязани или в Перми, ну, вашего бота, GPT. Поэтому рекомендую всем. Даже безлимитный хостинг и тот уже 3.0. Давно здесь сидим, с первого начинали, но мы это в прошлый раз обсудили. Саня, давай так, ты как гость, какие у тебя воспоминания про смарт-тейп? Только хорошие, сразу скажу. А, остальные вырежем, да? Остальные все равно вырежем, да. Как сгорело, не надо гореть, вот у нас там это. Слушай, так на самом деле, кстати, кайфово. Ну, то есть, я, если честно, искренне давненько не сидел, но когда еще тогда было, мне нравилось. Сейчас, я думаю, опять же, еще лучше. Я, видишь, просто достаточно старый чувак в плане того, что сейчас не пользуюсь ничем таким, но когда пользовался, я помню, именно давным-давно еще везде какие-то были, блин, если честно, чмошные панели, чуть ли не Нортон Командер, а у смарт-тейпа уже все было нормально, я прям как-то кайфовал. Да, там ISP-менеджеры обновляют, и он сейчас даже уже там с суперновым интерфейсом, красивым, с графиками, там вообще топ-топа. Поэтому, Так что рекомендуем, обязательно попробуйте, все ссылки найдете в описании. Следующая тема про золотой век UX. Ну, а что, законтин, как всегда говорят. Вот. Я на самом деле уже не первый раз вижу такие статьи, где чуваки такие, типа, а что золотой век UX-то закончился уже, наверное, или там к концу подходит. Вот. И я уже такой думаю, сейчас, короче, пойдем сушить весла, вот, и дерево обрабатывать, как в статье про Сергея. Сушить кальяны там тогда уже. Да-да-да, сушить кальяны и раздувать их. Мутить калики, как говорится, да. Вот. Я, собственно, просто, короче, это единственная бесплатная статья, потому что я хотел про другого чувака рассказать, но он на медиуме, который у нас, естественно, только под VPN-ом работает, то бишь не работает. А еще он, типа, еще именно и на медиум, какой-то там премиум. Ну, короче, в общем, еще и не оплатишь, поэтому пошел нафиг, вот, с своим мнением. Но он не один такой. То есть сейчас, короче, знаете, как я вам практически рассказываю микро-лайфхак. Заходите на медиум и смотрите там, условно, какие-нибудь последние статьи по дизайну. И вот если все чуваки об одном и том же говне пишут, именно говне, значит, действительно, говно. Поэтому, вот такие как раз темы были последние. Ты, Мишу, значит, это стопудово подтверждается или это наоборот, значит, это все уже... Скоро всего, порожняк, да, который все любят обсосать и нахайпить и вот это все. Ну, то есть, знаешь, громче пук, тем жижи вышло. Я не знаю, есть ли такое, но будем говорить, что есть. Я поэтому и хотел сказать о том, что, короче, много сейчас, кто почему-то начал говорить о том, что типа, R и X подходит к концу, вот это вот все там, золотая R и X. Ну, и как бы там есть, как сказать, есть веские действительно доводы, наподобие того, что там уже там лет 50 назад практически там все X-овые темы именно основные покрыли, открыли. Сейчас вы типа ничего нового не сделаете, и не найдете, но практически хочется спросить вам, что нейросеть писала текст, потому что я сейчас как бы как раз у рекламы Сбера, Сберовской нейронки попросил написать у гигачата. Там, если честно, плюс-минус такая же пол статьи написана о том, что типа, да, знаешь, как типа, опять же, все любят писать в начале, типа, ой, золотая R подходит к концу, но в целом все не так плохо, но надо что-то делать. Как бы два но, и все нормально. Вот. В общем, я веду к тому, что... А в чем вообще эровость, золотость заключалась? UX. Типа, все раньше держались за UX, а сейчас... Не-не-не-не-не. Там типа, условно, то, что типа, как бы, не было никаких канонов и правил. то есть, как бы, ты практически как на Wild West жил, вот, и типа, вообще нет ни закона, ничего. то есть, как бы, у тебя там, не знаю, нет этих эвристик, Нильсона, Нормана, да, у тебя там нету, не знаю, каких-нибудь там классических законов, наверное, близость-дальность была, но я просто думаю, что, знаешь, основа психологии тоже, какой-нибудь тоже не были заложены в UX. И ты это типа, когда сам, знаешь, вот так вырывал, ты практически такой, блин, да я тут просто золотую какую-то тему нашел. Ну, то есть, я там тоже, по-моему, рассказывал про там, ту же самую там, типа, кнопку, знаешь, чекаут из Агест, ну, типа, короче, в один клик купить. Вот, типа, такого же раньше не было, это практически там UX-овый прием. Прикинь, когда чувак открыл какой-то, да, например, он же вообще, наркайфанул Максима, я такой, блин, прикиньте, у нас сейчас типа тут продажи просто бустанутся, а сейчас ты на любой маркетплей заходишь, у тебя это есть. Вот, и поэтому некоторые ноют, что типа, как бы, нет ничего нового. Все придумано уже, Да, да, все придумано, и так далее, но с другой стороны, блин, типа, а что, там в химии какой-нибудь ничего не придумано, а что, новое ничего не производят. И да, можно сказать, типа, знаешь, нет великих открытий, но типа, как бы, давайте не будем вот начинать такие темы, потому что, как бы, тут можно, в общем, бесконечно дискутировать, вот. Слушай, ну это как с физикой, тоже думали, что Атом это самая маленькая часть, а потом ее хоп, она и оказывается ни хрена себе. Вот я про это. А там шкварки. А там шкварки. Там шкварки, да. Шкварки, шкварки, да, 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 вот. Поэтому, короче, такие, знаешь, интересные статьи, но, в общем, наверное, основной посыл в том, что типа, чуваки, не бойтесь, придет практически какой-нибудь AI, и он все равно не заменит. Тут хотелось бы, наверное, не до конца как-то раскрывать людей, которые, с которыми я один раз тут повзаимодействовал, больше не взаимодействовал, но, но, тут мне недавно написали, говорят, типа, смотри, короче, типа, Сань, есть, короче, там, условно, ну, те же самые исследования, CX и ресерч продуктовый, наконец-то о нем снова заговорили, хоп, карьер юстех, вот, но, тем не менее, говорят, что, типа, смотри, кому-то, типа, у нас, короче, есть на AI-модели практически такой ресерч-бот, который тебе поможет, там, как-то там что-то там делать, и я не стал сильно разбираться, потому что я подумал, что, возможно, возможно, чуваки, типа, решили написать нейронку, да, которая, типа, будет за тебя же, ну, как бы не за тебя же, а за людей, там, какие-то ответы придумывать, и, ну, отвечать, типа, какие боли у пользователей, это, наверное, самое, знаешь, смешное, ну, то есть, как нейронка поймет, что, типа, человек, какие у него боли, я, в общем, веду к тому, что много чего нового приходит, но, просто-таки, старые какие-нибудь интервьющики остаются, их никто не проведет за тебя, там, какой-нибудь нормальный UX никто не сделает, какую-нибудь, опять же, классическую гипотезу никто за тебя тоже не сделает, ну, и классический ответ о том, что, там, поженить и договориться с большим количеством любимых коллег и всех остальных, ну, как бы, опять же, это, типа, задача дизайнера, в общем, короче, не интерфейсом едины, не только же рисовать, вот, поэтому, мне кажется, ничего не уходит, но, наверное, открытий, именно, как практически, вот, там, золотых открытий каких-то, наверное, будет поменьше, такой посыл. Интересно, потому что я немножко не согласен с чуваком, знаешь, почему? Потому что у нас сейчас же, наоборот, новые девайсы, типа, Apple Vision Pro приходят, и да, они выглядят с одной стороны, но там тоже внутри, типа, интерфейсы, кнопочки, там, все такое, но там может что-то такое тоже стать, что тоже придумают что-то новое, кнопку купить сразу, или какую-нибудь там, ну, то есть там можно что-то придумать, я сейчас не буду муравьев выдумывать здесь никаких, тем не менее, то есть тут чуваки, как будто не учитывают, что у нас, наоборот, сейчас эра новых технологий очень жестко пошла, если вот мы говорим про нейросети, Apple Vision Pro и так далее, так, а вообще киберпанк жесткий, сейчас мало ли что будет, наоборот. Это видишь, как с этими, когда, типа, именно с этими, ты же знаешь, про кого я про этих говорю, конечно нет, я веду это к тому, что как с телефонами так же, знаешь, появились телефоны, появились свайпы, типа, раньше вообще там 40 лет свайпов даже назад не было, типа, что гоните-то? Саня недавно только начал назад свайп. Да, Саня? Вот именно. Я ведь до сих пор не во всех приложениях работаю, я тебе больше скажу, поэтому, ну, вот и думайте. Ну да, я, в общем, к тому, что, как бы, такие, типа, именно, как бы, моменты и элементы UX, вот они останутся, и ты, опять же, Никита, прав, потому что, типа, ну, вот тебе и новый, практически золотой век UX приходит, или как там серебряный придет, там бронзовый. В общем, да, да, приходят новые технологии, приходят новые какие-то задачи, но старая останется, ну, мы это никуда не денем, это нормально. Тут, ты практически знаешь, у Сани хотелось спросить, Саня, а вот как там какие-нибудь питонщики живут, там уже питону, по-моему, лет 50 же, насколько я помню, или сколько? Типа, и чего? Я бы сказал 30, но они на третий питон перешли, со второго, наконец-то, недавно, и так и живут. Но подожди, а при чем здесь? Как они живут с учетом, они не поднимают там вопросов золотых веков, питонов и так далее, они просто работают и все. Есть липы, есть фрайборки, они новые. Ну да. Сам язык, он как бы язык... Да, я понимаю, я знаешь, наверное, к тому, что типа, что-то я вот не очень помню, что программисты бухтели, я видишь, как бы сейчас уже оторван именно от программистов, от комьюнити программистов, я что-то не помню, знаешь, все такие бухтели, типа, блин, ну все, ну циклы уже вот придумали, больше ничего нового-то и не сделать, все, золотой век программирования, тю-тю. Ну типа, блин, те же самые нейронки, там, по-моему, лет 50 назад, по-моему, про них и говорили, вот только сейчас их смогли воплотить в жизнь. Типа, что там, нет никаких каких-то волнений? Да везде есть, волнения дофига есть. У дотнетеров много очень волнений по этому поводу, но, опять же, они не столько... Причем там-то как раз волнения не только по коду, но и по творчеству. На основаниях чего... Ну в смысле, что все, любые творческие профессии через два года отвалятся. Ну за счетом... Ну просто у меня есть друзья дотнетеры, они боятся. Поэтому, вот, соответственно, тут не знаю, слушай, мне несколько вообще, я вас слушал, не перебивал, не свойственно мне, но тем не менее. Где отступы в заголовках на этом сайте? Причем отступ снизу больше, чем отступ сверху. Чего, блядь? Почему так? Ну вообще говно, да. Ну слушай, надо было... Это когда вот good UX слово написано, вот is easier than ever to achieve, ну конечно easier, добавь margin top, и все, Это уже UI, что ты начал-то? Ладно, согласен. Что ты задушнил? Это первое. Второе, я, как водится, ожидал другого от этой темы, я не читал. Ну-ка. Но раз уж мы здесь сегодня обманываем или не обманываем ожидания друг друга, я думал, здесь будет про то, что вот когда мы с вами, короче, еще сидели в пыльке, кормили пушу, и когда я переел, Саня, у тебя грецких орехов, и до сих пор их на дух не переношу, потому что я их потом переел и блевал весь вечер. Слишком жирно получается переел. Вот в те моменты мы смотрели на всякие сайты Паулы Боровски, VP Tevern и так далее, и, блин, какие все красивые и прикольные были. И вот для меня то была золотая эра UX, потому что и дизайн моды, когда мы смотрели, их какие-то фреймворки прикольные и так далее, все так выглядело классно и здорово, сейчас все выглядит как калл бездушный, ничего не могу с собой поделать. Везде финтех сраный, везде какое-то все не то. Дух вот... Ну, стандартизация пришла, да. И причем, я больше тебе скажу, если ты сейчас зайдешь на сайт Паулы Боровски, там такое же все уже теперь. Вот paulaborovsk.com. Хочешь сказать, даже она вот это у тебя. Мне надо гуглануть, у нее, видимо, другой какой-то. Ну, нет, вау-боровска.com, ну, блин, она без VPN и недоступна. Я не буду сейчас включать VPN, потому что у меня... У тебя его нет? Нет, у меня отвалится просто Skype, все записи, и я, ну, там именно буквально... Сейчас я на ноутбуке открою, там-то я могу включить VPN, чего я вам желаю, так сказать. И посмотрите, блин, слушатели, просто представьте, там белый фон, тонкие шрифты, оно как бы вроде тоже типа прикольно и здорово, но как-то уже вот нету той ламповости всяких, знаете, текстур дерева там каких-то вокруг или чего-то еще. То есть оно все равно уже... А может быть у нее протух сертификат? Ну-ка, посетите веб-сайт. Я нажму... Да, у нее просто срок действия сертификата есть, подожди, я попробую все-таки тогда здесь тоже открыть для всех. Видишь, ты просто именно UX и UI типа мешаешь вместе и в целом это нормально. Так это и есть одно и тоже. Так а нет, и программирование это туда же идет, конечно. Все, согласен. И в итоге я веду к тому, что, типа, блин, ну сейчас какая-нибудь новая волна наступит, будем говорить там, не знаю, какой-нибудь панк-дизайн, и начнется снова краски и текстуры, и все. Ты тебя практически подожди. Сейчас будет. Ну, вот с тех пор уже 10 лет прошло, и ничего не началось. Мне не нравится. Я против вот этого keep it simple полного. Clean simple и вот этого всего. Бесит до свидос. Хочу что-нибудь интересное, чтобы было. Причем именно с кивоморф на теплое, как деревообработка и что там еще было? Кальянки. Да. А потом тебя FinTech на 300к зовет и такой да, насрать на скиломорфизм. На 300к не пойду. Ну, понятно. Я просто к тому, что ну да, да. Ну, в общем, вы поняли. Я вот этого ожидал. Хотел это с вами обсудить. Ты меня успокоил, что еще будет. Я верится с трудом, но дай бог. Идем дальше. Давайте. Следующая темка это тоже мы немножко сегодня про будущее. Это про Apple Mobile буквально. И статья про то, как грустят такие люди, как Марк Гурман и Дрейк Беннетт. Это, ну, один из них инсайдер Эпловский, а второй, видимо, Блумберский какой-то прихвостень. Короче, как вообще, что, блин, ни хрена себе, Apple уже сто тысяч лет говорит о том, что хотят сделать, значит, машину сами, ну, автомобиль, понимаете, да? Ну, наездить. Сейчас ты только сейчас появился. Автомобиль. Автомобиль, да. Ты отваливался сильно. Короче, еще раз. Так вот, Марк Гурман. Я тебе вопрос задал перед этим. Ты скажи, тебе нравились старые дизайны скиломорфной или нет? А, мне, конечно же, нравились. Мне все еще нравится и будут нравиться. Вот так я отвечу. А ты нас-то слушал вообще или нет? Я слышал, что вы там про Павлу Боровску говорили. Вот это я все слышал. А потом в какой-то момент что-то, видимо, пошло не так. Ну, понятно. Ну, нормально. Страшно. Тем забавнее, да. Ладно. Тогда поехали дальше. Про Марка Гурмана погнали. Короче, тема еще раз про то, что проехали. Каким мог бы быть автомобиль Apple? И, короче, статья про то, что в Блумберге написали статью. Видите? Я тоже с автологией уже говорил, как бы я не рассеть. Марк Гурман, короче, инсайдер и Дрейк Беннетт, скорее всего, это какой-то прихвостень из Блумберг. Я уже это говорил, но я еще раз повторюсь. Они там обсасывают, короче, в статье, что, блин, как же хочется, чтобы Apple выпустили автомобиль. Они все зарекаются очень долго, что машина от Apple, да, там, с 2008 года буквально там думают о приобретении General Motors, значит, думали там вот такое. Может быть, там, пойти Теслу купить когда-то, они думали там, ну, реально, выкупить, да, для Apple-каров. Может быть, даже договориться там с Mercedes-Benz, BMW, Ford, McLaren или Canoo. Даже не знаю, какую марку, если честно, Canoo. Но это не делает мне чести, конечно, но тем не менее. Выясни, что это, короче, хозяева Dodge какого-нибудь. Но нет, это американская автомобильная компания, базирующаяся в Торренсе, Калифорния, которая разрабатывает и производит электромобили. Ну вот, конечно же, да, то есть Apple давно уже думает про электромобиль и все еще думает. И, значит, думает, все еще думает. Была же вот новость, типа, месяц назад, что все, официально сказали, что Apple Car проект закрыт. Ну, в смысле, да, до того момента, пока не закрыли, да. И, как бы, вот этот Project Titan, Titan, не знаю, как правильно будет, наверное, Titan, если Titan, Titan, если мы говорим по-английски язык, да. Да, Project Titan, вот этот, он все, то есть буквально, они даже не назвали никак свою тачку, ну, это, скорее всего, рабочее название, да, и решили, короче, отменить ее, причем, здесь чуваки, инсайдеры, винят, знаете кого? Тима Кука. Тима Кука. Ну, а кого еще? Да, конечно, кого еще, согласен, этот же один уже мертвый, второй живой, а третий ушел вообще, не стал работать. Третий ушел, да. А вот, кстати, Джонни Айв, он даже там рисовал какие-то макетики там, понимаете, буквально фигми, он хотел, чтобы это тоже все было белое, там, чтобы это все как iPod выглядело, то есть вот это мыло, да, машина мыла буквально. Да, он хотел, чтобы это узнаваемо было, и он там, даже хотели отменять, он же как бы не то чтобы дизайнер-дизайнер из дизайнеров, он же вообще в принципе концепт придумывал, и что вот это убрать все лишние модели, чтобы у тебя вот был iPod Car буквально, то есть чтобы у тебя была одна модель машины, и все знали, это на Apple Car человек едет, он состоятельный у него там все, то, сё, вот это Apple Car. Одна модель, а потом Apple Car Pro, Pro Max, Plus, Mini, и вот это все. Да, да, XS, вот. Тем не менее, тем не менее, ни к чему не подошли, причем, ребята, тоже, и хотя я бы на месте Марка Гурмана подумал, потому что буквально Apple дает ему работу своими новостями, да, и вообще своим продуктом, а он тут охает Тима Кука, с той точки зрения, что не только Apple Car подвергся вот этому вот, ну, неопределенности вот этой вот, как бы безответственности Тима Кука, но и Apple Vision Pro, то есть, кажется, что и Apple Vision Pro тоже долго думали, обсуждали, очки дополненной реальности, когда что-то вышло, не все довольны, многие недовольны, как мы видели, да, там, какие-то новости в интернете, наверное, читали, что вот это все тоже сырое, что оно вот так вот тоже работает, не как все предполагали, вот, а машина даже вообще, вот даже все, ну, закрыли буквально проект, и, короче, обвинят Тима Кука, что к чему это все идет вообще, ты о чем думаешь там, Тим, одумайся буквально, понятно, что Тим, он как и Valve, да, которые на Доте и на КС-ке сидят, и деньги зарабатывают, и он-то сидит так же на айфоне на своем, ему нормально, то есть, понятно, и они как бы, ну, не строят иллюзии, что там, допустим, не айфон будет самой там у них продаваемой, да, штукой, и они как бы в это во все вкладываются, вкидываются, и думают вот только об айфонах своих, и понятно, что им похрен на Apple машину, но тем не менее, из-за того, что были какие-то слухи, все хотели, что-то делали, разрабатывали, там по миллиарду тратили буквально в год, на разные исследования, ресерч и девелопмент проводили некий, хотя девелопмента, как видно, не проводили, только ресерч, и, короче, все вот это увенчалось крахом машины, хотя, казалось бы, Apple в целом, ну, они же снимают сейчас кино, если вы можете кино снять, вы можете и тачку, наверное, сделать, да это стоит, наверное, тачку сделать дешевле, чем кино снять одно, или там сериал, ну, хотели, видимо, ну, что-то прям как Зиккер сделать. Ну, видимо, хотели, да, ну, кроме того, что Зиккер, но хотели, видимо, так сделать, чтобы, ну, никто не плевался, как они, они же любят, чтобы никто не плевался, то есть, ты такой, вот машину садишься, это Apple, чувствуешь, да, все там от Apple, все, ничего не доебежит, не люфтит, не хренит, или наоборот, где-нибудь прижимаешь рукой, у тебя сигнал пропадает просто, короче, за ручку держишься, у тебя сигнал пропадает. Да, потому что Apple Vision Pro, ну, несмотря на хай, тем не менее, очень качественный продукт, сами по себе очки, я, как обычно, хвалю, как будто у меня 10 Apple Vision Pro лежит, но тем не менее, я просто смотрел, и там действительно все из приятного пластика, из такого всего, короче, литого, ничего там тоже, ну, все классно сделано. Слушай, если бы за эти бабки оно было тактильно неприятно, то это уже было бы просто ни в какую. Ну, тем не менее, вот, короче говоря, что вы думаете вообще, о машине от Apple, например, и вообще от крупных брендов, знаешь, машина, например, от Amazon, не знаю, от еще чего-нибудь, как вы вообще вот на это смотрите? Вообще, это бред, что вот такие типа компании, которые делают одно, начинают делать другое, вообще в другой стезе, скажем так, как вам вообще идея? Или хотели бы на Apple Car, поездили бы, так скажем? Ну, я бы хотел. Давайте Саня первый расскажет. Давай, давай. Я бы к тому, что типа, знаешь, я бы старый я, я бы бухтел, наверное, сказал бы, нет, не хочу, вот, а новый я, я бы тоже бухтел бы, только я бы не сказал бы, что я не хочу, я бы сказал бы, что типа, брендовские, вы только правильно все сделаете, это как тема того, что знаешь, там типа у холдинга Марс, там не только же Марс Пикник и еще что-то, а у них там брендовские уже чуть ли, знаешь, не, блин, швейное оборудование они продают. Просто назовите компанию там ООО Швейка, и все, и все норм будет. Я к тому, что вот так типа надо делать. И это же так же, как тема про японцев, что у них там, по-моему, то ли у Судзуки, то ли у кого там, типа у них, блин, и грузовые перевозки, типа, ну, в смысле, которые по воде, макрогрузы, есть сухогрузы, вот у них макрогрузные перевозки и так далее, поэтому мне кажется норм. Ну, то есть как бы делайте, нормально, нормально будет. Просто не обязательно, может, это именно называть Apple Track какой-нибудь, типа, зачем, зачем мешать все вместе, вот, я бы так, наверное, сказал. Просто, знаете, много же всяких там Deo, не Deo делают и машины, и холодильники, и что только они делают. Блин, у меня, знаешь, что, у меня есть блендер от Hyundai, как тебе такое? Я просто ржу каждый раз. Спокойно верю. Я уж не говорю про Xiaomi, даже не буду говорить про Xiaomi, они вообще все делают. Ну, там писец, да, там писец. Ну, вот, понимаешь, опять же, мне как-то именно кажется, что к Xiaomi они зашли как-то с другой стороны. Вот, возможно, Apple, надо сначала, типа, не знаю, увлажнители поделать, еще что-нибудь, а вот потом уже и тачку делать. Ты имеешь в виду, надо все-таки заходить, если хочешь к тачке подобраться, тебе надо сначала... Ну, тебе надо сначала эту, просто технику поделать, обычную. Да, всякую технику. Да, то есть, как бы, типа, давайте сейчас посудомойку Apple сделаем, и будет прикольно. Слушай, это, кстати, хорошее, может быть, это надо Тиму Куку посоветовать. Он так обкатает хотя бы свои идеи, там, всякие, и он хотя бы научится продукты новые релизить, так скажем. Я, знаешь, как думаю, я, конечно, сегодня накидываю в фигме макеты, и мы сразу Гурману закидываем, ты закидываешь Гурману, а он уже Тиму Куку. Типа все, инсайдерская инфа. Ну, давай, я легко Гурману закину, у меня есть ВКонтакте. Первое, обожаю кодовые названия. Project Titan. Тоже это кайф, это кайф. Гениально вообще. Просто хочу знать кодовые названия, вообще всего, что делают такие компании крупные, там стопудово кладезь. Вряд ли там где-то будет Project Pисьka, там, скорее всего, везде что-то супер эпичное, классное, офигенное и так далее, поэтому... Ну, заезжает, согласись, на то, чтобы сделать. Да, я, почему-то вспомнил, я с Аниной любимую серию Людей Икс, где, короче, в этом... Какие-то чуваки были, которые стреляли из глаз или из башки, которые на мутантов охотились. Мациклоп который. Из будущего. Не-не-не, там типа именно... А, я понял, я понял. Как назвали там? Я не знаю, я не стрелял, я понял, это типа какие-то там дела бывших или минувших дней, ты про вот это, да, уже типа серию, так сказать, да. Я не знаю, как назывались, я понял, которые на крови мутантов были сделаны, обожаю эту трилогию, хоть ты ее и не любишь, мне прям сильно она нравится. Как же они там назывались-то? Сейчас я посмотрю. Дни минувших. Проект Гидроцефал, я надеюсь, да? Какой я тупой. Или это... Нет, Людей Икс Апокалипсис это было. Нет, в Апокалипсисе там уже эти, фараоны какие-то были. А тут именно вот эти машины, которые, короче, находили Людей Икс там, по запаху практически там, в самых норах и так далее. По ДНК. По мне, по запаху. Ну, одно и то же. Они, короче, назывались тоже типа как Титаны, Стражи, программа Стражей. И тоже, это типа так просто, да, Сентинел. Но звучит именно супер эпично, и вот для меня это примерно такая же история, что это. Причем это, кстати, Людей Икс дни минувшего будущего, фильм 2014 года, но он про 2023 год. Ну, вот, да. То есть, практически про наш. Я знаю, ты тоже практически такие же фильмы, вот, как ты говоришь, тоже фантастика, наподобие Людей Икс, но там, знаешь, именно когда какие-нибудь идут, и там уже проект, и называют такими, созвездиями. Так всегда кайфово, просто, как тогда именно еще к античной, так сказать, Так же понтово, как Макс Эффект Андромеда, да, назвали созвездиями? Ну, такое же, да, главное тут говно внутри не сделать, а так название хорошее. Ну, у них, возможно, понимаешь, именно как раз, как его название кодовое было Project Govno, поэтому, да. Все завяженные были, когда делали. Да, да, назвали Андромедой, да. Причем, обратите внимание, тут есть первая временная линия, а есть вторая временная линия у людей X. А, я думал Тима Кука. Насрать, ладно. Это надо, короче, в пачках, в половинках разбираться, сидеть. Логан, кстати, про 2029 год был. Супер, супер, то есть старик еще доживает чуть-чуть. Да, в общем, возвращаясь к тачкам, я не против, но, судя по всему, это так не работает. То есть, вот бедняги-китайцы сейчас стараются усирать, делают у себя автоиндустрию из ничего, по сути дела, да, за последние 15 лет, или там, ну, 20, грубо говоря, и до сих пор на условных Джили Манджаро, топовых тачках, да, практически китайском премиуме, если мы про бензиновое говорим, хром крепят изнутри обычными черными саморезами, не оцинкованными. И они, когда вот эти именно параллельно, я не знаю, в дилерских крепят на оцинкованные или на черные, на те, которые китайские, которые по параллельному импорту из Киргизии привозят или откуда-нибудь еще, там на черные. И они реально начинают гнить изнутри, ну, ржаветь. А ржавчины, я не знаю, вы сталкивались или нет, у меня один раз так было, что кот нассал под унитаз и лужа туда затекла и болт, которым унитаз был перекреплен к керамограниту, он коррозировал или корродировал полгода. И она, ржавчина, она больший объем занимает, примерно как вода, когда в лед превращается, больший объем начинает занимать. Также ржавчина, она больший объем занимает, чем изначальная, как бы сказать, болт. Ну, там, нет, там... Выбило, я надеюсь, в конце. Нет, его не выбило. Он, понимаешь, он в крошку такую превращается, и эта крошка, она как пушок такой, как сток сена лежит, больше, чем сам вот этот винт. И, соответственно, здесь тоже, он гниет внутри, его из-под хрома выпирает, и кажется, что это уже хром весь гниет, и дверь у тебя вся. А это всего лишь внутри хрома у тебя один маленький, саморезик, короче, гниет. И историки автобрендов, так скажем, которые приходили официально в Россию и в наш климат, помнят отзывные компании и Hyundai, у которых такая же, и у Toyota была такая же ровно проблема, потому что, ну, никто с этим не сталкивался. Что им кот насосал? Нет. Что у них саморезы корродировали, коррозировали, гнили, короче говоря, подвергались коррозии. И это, ну, типа, казалось, что тачка гниет, хотя тачка там антикором обработана, все сварные швы и вот это все, но, типа, ощущение было, что тачка гниет, а это именно вот просто саморезы. Поэтому им нужны десятилетия автобрендам для того, чтобы они даже такие базовые вещи для себя выработали. поэтому, когда условно мне сейчас скажут, что будет Сберкар, я буду думать, что это, скорее всего, просто купленная технология какая-нибудь, это какой-нибудь, опять же, джили, в лучшем случае, а в худшем какой-нибудь Чанган или Амода, на которую просто Сберлоготип на бабахале и все. Поэтому то, что Apple пыталась полностью высрать с нуля, это похвально, отрадно и здорово, но такое ощущение, что в первой ревизии стопудово бы обосрались. Ну, может, они поэтому решили первые не релизить, чтобы обосраться во втором. Кто знает. Купить General Motors в этом смысле было бы интереснее идеей, или там, не знаю, Tesla или что-то еще, это бы как будто было более надежно и здорово. Если не купить всю компанию, то хотя бы технологию в партнерстве выпустить тачку там и так далее. Кажется, это проще, чем весь бизнес изобрести из нихера. Поэтому, мне кажется, будущее подобных мета-бизнесов за партнерствами или по Фейсбуку скупать мелкие стартапы какие-нибудь автомобильные. Вдруг где-то, ну, гений буквально. Ушедшие менеджеры Форда учредили небольшую компанию, еще там что-то придумали, потому что каких-нибудь инженеров молодых в Германии купили и сделали что-то супер. И вот их Apple купила. Ну, тут ладно, верю, согласен, будет неплохо. А вот так вот вместе с Айвачем сидеть и рисовать что-то, как это потом в жизни будет, хрен его знает. Главное, верить, что классно будет. Да что ли, денег до хрена, можно что угодно нарисовать, что угодно сделать. Нарисовать, да, вот, судя по всему, 10 лет и рисовали. Это, типа, знаете, тоже тема с Volvo, ну, я тут просто недавно вот узнал, что, типа, чем известна вообще Volvo, вот, ну, не само Volvo, там, условно, отец основателя и так далее, типа, именно у них там условно... Это фамилия, что ли, Volvo? Да нет, типа, про компанию, про компанию, типа, чем именно их тачки известны стали, типа, во всем мире, ну, классический вопрос, с чем вот у вас ассоциируется Volvo? Ну-ка, давайте первое слово, Саняская все знает. Безопасность. Вот. Да, электроника. Ну, короче, безопасность, и они, типа, именно как первые, вроде как первые, да, у себя сделали ремень безопасности, вот, и все. Может быть не так, я, как бы, сейчас не буду врать, там, может, наш Чинган сделал, повыдлю, вот, но тем не менее. И самое смешное, опять же, наверное, в Чингане и в Volvo, и в ремне безопасности, что их потом китайцы купили. И я к тому, что даже пофиг, что их купили, опять же, ок. Но, типа, китайцы именно дальше будут гнуть линии, что, типа, это безопасная тачка, а вот есть Чинган, и как бы она другая тачка, и все. И, возможно, владельцы одни и те же. Я к тому, что вот Apple могли бы так же что-нибудь сделать, как Саня и сказал. Ну, да, партнерство в этом смысле наше все, мне кажется. Согласен. Но Project Titan топ. Да. Название классно. Звучит лучше, чем Project Volvo, например. Да, так было бы палевно сразу, да. Дальше то, что еще круче звучит. Boosty.to slash webdesign. Можете нас поддержать рублем на Boosty. Во-первых, просто нам приятно, будет классно, здорово. Во-вторых, вы получите наряду с 28 людьми, которые уже нас поддерживают, целый отдельный подкаст. Называется он Пришоу. Выходит ровно столько же, сколько суровых вебов, столько выходит Пришоу, потому что это, ну, как бы, предшоу, да? Кстати, Саня Пархоменко мне написал, что он подумал, я пересылал вам, да, что он подумал, что Pushem v Prod это название Пришоу теперь такое будет. А мне нравится название Пришоу. Мне тоже нравится. Это я выдумал. Я ведь, Никита, или ты? Да, так это ты думал, что есть вообще такой подкаст. я думал, есть уже такой подкаст, потому что, наверное, звучит реально, как стереотипный подкаст про Айти какой-нибудь. Да, да. А оказывается, такого нет, я его выдумал, да, и всем, видимо, понравилось, и вот Пархомыч аж подумал, что мы Пришоу так назовем. Поэтому, ребят, подкаст Pushem v Prod у нас здесь на Boosty, у нас, соответственно, еще есть. Плюс у нас все еще есть футболки без шуток, белых и черных еще дофига вообще всех размеров, а сиреневые остались только S-ки и M-ки. Вот, поэтому, если вдруг хотите, можете закинуть нам до хрена и получить еще и футболку. А так еще есть, кстати, закрытый чат, в котором даже прикольно. Иногда. Саня, кстати, есть в закрытом чате, он ничего не пишет и не читает, но формально он там как свадебный генерал сидит. Блин, меншите, ничего-нибудь могу ответить. К нему можно обратиться, да, прикиньте, зайти, если вы вдруг, допустим, customer experience, чтобы на Сане поработать. У нас, между прочим, здесь 61 участник, но один из них это QuotlyBot, остальные 60 это буквально бывшие или существующие патроны или бустеры. Это лучшие, это лучшие, да, те, которые прям, ну, наши сноубордеры или сноубордисты, точнее. Да, сборные чуваки. Классно. Boosty.to slash webdesign ссылки в описании. Идем дальше. Дальше у нас 10 ошибок в портфолио начинающего дизайна. Так надо, да, типа, расслабляться и легкие темки брать. Вот. И прям решил свиси взять. Так это мы все сегодня легкие взяли. Ну, ладно, я думал, какая-то хоть сложная будет. Вот. И я, типа, посмеялся и решил взять вообще легенькую свисишечки. Вот. Именно легенькую свисишечки. Очень любые какие-то уменьшительные ласкательные всякие что-то там суффиксы, темочку. В общем, да, темочку расскажем вам сейчас. Собственно, 10 ошибок в портфолио начинающего дизайнера. Я их, естественно, все почитал. И, честно говоря, ТЛДРочка, да, после шестой начинается какая-то херня. Вот, примерно. Ну, ладно, после седьмой. Вот так скажу. Вот. Собственно, тут основная тема, посыл в чем, да, что чувак разбирает основные ошибки в портфолио дизайнеров начинающих. Это хорошо, он молодец. И основы, которые хотелось бы тоже вместе с ним также абсолютно подчеркнуть, что действительно много проектов, нерелевантные проекты и еще, ну, как бы там, понятно, что плохо оформленные вообще даже брать не будем. Вот, что типа нет... У меня, я не могу, для меня слово оформленные это только про стул. Он когда плохо оформлен... Я думал в этот... Ты знаешь, опять же, это хорошо, что у нас никто не сидел, а то молодой человек оформляться поедет. Что-то такое тоже сказать. Да, согласен. Или как-то тебя сейчас здесь оформлять. Вот это да. Вот. И еще орфографические ошибки, но я как бы опять же, типа у меня же, в общем, да, подшучивают надо мной, что я душнила, так скажем. И я тут тоже буду душнить, что когда чувак пишет про орфографические ошибки, а у него потом в статье также раздельно, когда там типа это и должно быть, и там у него нерелевантные проекты, точка стоит в списке, а в остальных моментах нет точки, ты с ним можешь до второго параграфа дойти, там есть точка, а в других нету. Я считаю, что это ошибка дизайнера. Вот. Но, с другой стороны, статья классная. То есть как бы это так чисто подушнил в воздух, чтобы как бы тоже знали, что я тут не просто так в подкаст приглашен. Но рассказы о том, что рыбный контент нахрен не нужен, я абсолютно согласен, потому что нет ничего хуже, чем лором Ипсум, Ипсум именно, на любом из сайтов. Ипсум. Ипсум, да, это практически самое худшее. Вот. Ну а дальше идет чуть вкусовщина про заголовки. Подожди, это в чем? Давай. В проде? Или в макетах? Или где? Это в портфолио. Вот там же говорят, если ошибок в портфолио. Все это, давай. Ты хочешь сказать, надо что наполнять прям каким-то реалистичным контентом в портфолио? Или лором Ипсум даже не подходит? Смотри, а я тебе сейчас расскажу. Как иногда нанимающий дизайнер, просто не все время нанимающий. Вот. Ты типа, когда идешь смотреть портфолио чувака, ты хочешь словно увидеть там, не знаю, пять отборных проектов. Вот. Когда ты видишь 20 проектов, ты такой типа, блин, чувак. Ну то есть как бы опять же, давай сейчас мы сужаем чуть-чуть круг. И вот как бы опять же в статье вот этот парень, он пишет чаще всего и в большинстве про продуктового дизайнера. То есть именно про того, который хочет пойти в компанию, в продукт, куда угодно, не на фриланс. То есть вот ты прикинь, заходишь и у тебя условно там, не знаю, 10 человек послали резюме. Ты десятерых посмотрел, к десятерым ты зашел в портфолио и у кого-то из них 20 проектов. Ты такой типа, ты серьезно, чувак? Типа, я буду сейчас 20 проектов смотреть? Я ну как бы скорее всего не буду. Просто это много времени. Вот. И когда ты открываешь каждый проект, ты как бы хочешь уже, чтобы это был вот просто, знаешь, проект идеальной, мечты. Чтобы ты типа не сидел, все проекты у него подряд не открывал, не искал. А есть ли у тебя все-таки хорошие такие, чтобы тебя взять к себе на работу или нет? Потому что ты, например, зашел на один проект и вот там есть, по-моему, третий пункт, что типа там, знаешь, просто кто-то берет скрины и все скидывает. Вот ты, короче, потратил время, открыл ссылочку, зашел внутрь проекта, а там тебе просто какая-то картинка одна. Без пояснения, без всего. Просто тебе скрины с фигмы загрузили и такой типа, чувак, ну типа практически reject сразу. Ну понятно, что как бы ты можешь не reject'нуть человека, если ты там, не знаю, кофе попил и добрый, но в целом это вообще бесит. Ну то есть как бы, опять же, я вот не знаю, как оно именно у программистов, вот, но тем не менее у дизайнеров такая тема. Вот, поэтому как бы идеальный подход, опять же, я там и читал, и слушал, да, что опять же там около пяти проектов самое нормальное показать. И просто желательно показывать последние проекты, либо те, которые у тебя офигенные. Ну то есть как бы, если ты, например, пять лет назад делал какой-нибудь Сбер, а сейчас у тебя там небольшие проекты, ну оставь ты Сбер, покажи и норм. Вот, если у тебя просто нормальные большие проекты, покажи последние. Не надо показывать там, у меня как бы, честно, руку на сердце положу, что у меня тоже, знаешь, есть какие-то проекты, где там три страницы было сделано, и сейчас я их даже, ну как бы зачем загружать. Или там наши иллюстрации я рисую. Ну, у меня на самом деле есть один на Behance проект, где у меня там типа стикеры я рисовал, просто нравится, и когда меня спрашивают, я могу сказать, чуваки, вот мне просто нравится, и типа мне похрену. Ну это реально один проект как бы, и типа тут еще можно сказать, ну типа ладно, хрен с тобой, договорились. Поэтому вот такая тема. Прикольно. Я могу только тебе такое сказать, что есть восьмой пункт про заголовки, набранные прописными. И в моей теперь уже любимой статье про Golden Age of UX. Ну-ка. Вернемся, там, сука, в три строки набранные прописные. Да, 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 я тоже пожал. Я, короче, вот про этот пункт, вот когда я как раз сказал, что после рыбного контента, на мой взгляд, идет вкусовщина, потому что типа, чувак, ну тебе не нравятся прописные, ну и не нравятся. Ну, блин, а мне может быть... Подожди, он там попытался расписать, что им нужен большая разрядка, про которую обычно забывают. Видимо, если не забывать, то будет не так противно. Так вот я про это и говорю, что типа это именно вкусовщина, что ты как бы, если типа... Короче, у тебя условно может быть заголовок, да, там, наши кейсы. Да сделай ты его капсом, и ничего страшного не будет. Ну, как бы люди не обломаются, прочитают сколько там, не знаю, восемь символов, да, с пробелом. Ничего страшного не будет. Ну, конечно, если ты напишешь супердлинный заголовок в пять строчек, ну это будет конина, так скажем. Ну, так делать не надо. Вот. Опять же, если ты какой-нибудь веб-брутализм, типа преследуешь идеи веб-брутализма, то ты вообще на весь этот экран можешь написать там кейсы, чтобы вообще все офигели читать. Ну, и ничего страшного. Ну, типа, барм. Если людям не понравится, они не зайдут. Вот. Вот про контраст. Начинающего дизайнера, видишь? Это значит, типа, когда ты уже топ, ты можешь хоть что делать. Ну, да, да. Потому что уже к тебе отношение как то, что ты так видишь. Ты художник, ты так видишь. Я согласен. Начинающий, видимо, это скорее как профанация или как это, пионеризм. Да, да. Я воспринимаю. Вооризм еще. Я тоже такое читал. И я с какими-то чуваками общался, опять же, что с некоторыми ребятами. И там, условно, да, если ты какой-нибудь топ-топовый, то тебе там можно писать все что угодно там или какой угодно дизайн делать. С одной стороны, я согласен, да, ну, как бы у тебя там есть какая-то известность, ты типа можешь сделать какую-нибудь херню и сказать, а я так вижу. Но, с другой стороны, ну, я не знаю. Ну, как бы, типа, если, короче, в общем, я за, блин, ладно, не помню, как слово называется. В общем, какое-то умное. Вот я за него. Я веду к тому, что, типа, если ты, короче, нормально делаешь, ты, типа, нормально делай, какой бы ты ни был. А если ты, типа, делаешь херню, ну, так и делай херню. Чего оправдываться-то? Вот. Поэтому, мне кажется, вот такой подход должен быть. В общем, я веду к тому, что, блин, если ты, ну, молодой дизайнер, и у тебя нормально выглядят твои заголовки, там, блин, прописными, ну, и пускай они будут прописными. Ну, типа, если это все в стиле и смотрится, в чем проблема-то? Вот если не смотрится, тогда ты хоть будь, там, мега крутым дизайнером, как я. Ха. Вот. Как бы, ну, скажи, что говно, и докажи, что говно, и будет говно. Угу. Ты имеешь в виду? Ну, надо просто вот, просто вот чувствовать. Как тебя знаешь? Да. Да, надо просто чувствовать. Да, ну, нет. Ну, на самом деле, вот смотри, давай так, девятый фонг, давай так. Самый главный дал совет. Тебе нужно пять классных проектов, которые замороченно ты оформил. Вместо двадцати плохо оформленных, или двадцати, из которых десять хорошо оформленных, а в остальных там нет информации, о задаче просто скрины и так далее, лучше, да. Ну, если у тебя только один проект. А на самом деле тоже норм. Я вот смотрел, и как бы, если у тебя, ну, как бы, давай так, опять же, стреляя на кого ты идешь. Ну, то есть, если ты идешь на синерлида какого-нибудь, будь, да, там на СПО дизайна какого-нибудь, условно, да, или какой-то чиф дизайн офисер какой-нибудь, есть ли такой, я не знаю, но вот тем не менее. СДО. СДО. Да, СДО, как 3DO было раньше. Вот. Если ты идешь на СДО, то, наверное, ну, странно, что у тебя один кейс. Вот. Но если ты идешь на... И то Apple Car, это который не запустил. Ты такой, ну, мы типа с пацанами десять лет просто делали, я уже дорос, но как бы показать, простите, нечего, да. Вот. Я к тому, что, ну, если ты идешь на какой-нибудь, ну, на, условно, там, Great June, да, ну, и нормально. Я даже больше скажу, тут практически, если, как бы, опять же, нас слушают молодые ребята, вы можете свои учебные тестовые кейсы тоже выкладывать. Ну, просто оформите нормально. Не обязательно везде писать, что, типа, это тестовый кейс, знаешь, как на этих, на где-нибудь OnSplash, что, типа, вот, в Watermark, что OnSplash, OnSplash, не надо писать, что, типа, тестовый кейс, тестовый кейс. Ты можешь об этом вначале сказать, но в основном, ну, как бы, если мы, опять же, говорим про каких-нибудь продуктовых дизайнеров, то в основном, как бы, ребята же смотрят на твой процесс, на то, что ты делаешь. Понятное дело, что если у тебя нет опыта, ты его и не возьмешь, но, как бы, если у тебя нормальный процесс, если у тебя уже можно более-менее дизайнера нормального сделать. Ну, то есть, как бы, ты можешь попытаться хотя бы поработать в команде. Вот. Вот, наверное, в этом основной посыл. Класс. Ну, да. Учить начинающий дизайнер, если вы нас слушаете. Поэтому, я думаю, дальше в статье уже так особо ничего нет смысла обсуждать, потому что, я говорю, там есть вкусовщина и все остальное, поэтому пофиг. Но главное, да, давай какой-то итог подведем. Главное, небольшое количество кейсов, условно, там, 3-5, они должны быть релевантны, еще желательно релевантны твоей, там, специальности, это еще круче. Вот. И оформляй нормально и описывай задачи и все остальное. И вот это, наверное, самое классное. Вот. Все остальное уже вкусовщинка. Смотри, вопрос в сторону. Вот тут на висишечке, любименькой, есть внизу дальше это что? Фичерд статьи, которые мне предлагают прочитать. Вот если я дальше скроллю, там еще куча всего. То есть там лента идет. Да, да. И она бесконечная. Да, да. Это хороший или плохой UX? Слушай, знаешь, сразу это стушеваться. Я бы сказал, что это тот UX, который оправдывает, будем говорить, их ожидания. Ну, то есть они, скорее всего, хотят, чтобы от них не уходили. Ну, как бы, и читали бесконечно статьи. Они это придумали таким способом. Я, если честно, такое не люблю. Ну, то есть, как бы, вот, я чисто как человек, нет. Возможно, это какой-то темный паттерн, если честно. Ну, то есть, как бы, он, знаешь, он не совсем темный, но он такой серенький. Так же, как, типа, распродажа плюс подписки. если ты зайдешь, у них просто, блин, там уже вместо шапки, там, блин, не знаю, сколько там, пикселей 200, наверное, просто, блин, ну, не знаю, сколько там, одна десятая экрана, тоже на рекламу. Ну, мне кажется, дофига, мне не нравится. А что вас бесит-то? Что вас бесит именно? Ну, ты скроллишь, статья закончилась, ты дальше скроллишь, и там тебе пошли предложки, что еще? И там пошла по факту лента алгоритмическая. Ну, да. Ну, тут я думаю, скроллиров. Ты-то хочешь, чтобы убереться, Я хочу футер убереться, где красивая, это, текстура бочки из папоксвейна. Слева снизу тебя. Слева снизу тебя текстура, вон, новая версия и подписка. да, оно бесит. Короче, именно вижу этот бесконечный скролл. До сих пор считаю, что это обман. Это, когда ты не можешь лучше придумать, то ты делаешь такую хреновину. Не, ну, это, наверное... Это больше скажу, это вообще противоречит принципам HTTP и того, как веб-страницы должны быть гипертекстовые. У меня в урле сверху 10 ошибок в портфолио начинающего дизайнера. А я пошел скролить, у меня тут уже просто жизнь целая. Весь JavaScript это ошибка для HTML. Ну, это правда, да. Ну, блин, тут плохо. Короче, мне нравится. Ты же перейдешь, и у тебя будет другая ссылка. Ну, вот, если перешел на какую-нибудь другую ссылку, у тебя будет другая ссылка. Это понятно. Но это уже у меня вот на этой странице, у меня не... Вам также может понравиться и три ссылки скромные. А именно уже... У меня тут еще весь сайт, короче, сразу. Да, да, я согласен. Это как ты зашел у себя в машине в пункт климат-контроль, пролистал его, а у тебя там дальше пошло, кстати, вот радио, кстати, вот еще реклама от Чангана, а вот наши... А вот вкусвилл у тебя, а тут уже... Сегодня вот Чанган прям вот сегодня точно заплатил. Скидку сами, видимо, выбивает у них. Вот, да. Ну, давай так. А мы с тобой продолжим. А вот то, что комментарии справа тебя не бесит, которые каждый момент чем-то еще обновляются, меня вот неимоверно бесит. Подожди, у меня нету. А ты разверни на весь экран. У меня на весь экран 4К. Слушай, я не знаю, у меня на VC есть справа просто комментарии. Просто правый сайтбар это написано. У меня в правом сайтбаре купи плюс, братан. У вас включен блокировщик рекламы, мне написано, у меня нету блокировщика рекламы, у меня просто Firefox, который защиту включает. Давай, я отключаю защиту от отслеживания. Он мне все равно говорит, что у меня включен блокировщик рекламы. Сейчас, подожди, подожди, подожди. У меня комментарии снизу, под самой вот этой статьей, там пусто, там ноль комментариев. Нет, нет, нет. Это не к статье, да просто, типа вот просто справа чисто есть комменты. Я примерно понимаю, чем ты видел когда-то, это на Тижурнале или на чем-то еще. Здесь у меня сейчас нет. Здесь он мне говорит, что я козел, у меня включен блокировщик. Ну, понятно. Повторюсь, это неправда. У меня ничего не включено. Вот я показываю дополнение, у меня ничего не включено. Верим, верим. В общем, я к тому, что это все попытки завлечь людей, чтобы они бесконечно сидели, никуда не уходили. Да я понимаю, что ты мне объясняешь. Я же не люблю. Так себе паттерн. Так себе паттерн. Ну, то есть, если ты хочешь моего мнения, то нет, я бы так не делал. С другой стороны, наверное, так бизнес хочет и с этого деньги получает. Но тут мы опять сейчас тогда придем к тому, что там капитализм и вот это все. Счастьем. Да, хорошо. Последняя темка. Я не хочу ее долго рассматривать. Во-первых, потому что она просто довольно унылая. Здесь чувак рассказывает о том, как развивался электротранспорт в России, начиная с СССРа, по сей день, в том числе в бывших республиках советских, по сей день, как он развивается и так далее. И он говорит, мысль о том, что, короче, на нет сходит электротранспорт, потому что он дорогой. То есть, поддержание всей электросети для троллейбусов, это тоже стоит денег. И дешевле уже... А почему раньше не было дорого вам? Уже знаешь? Ну да, много можно вопросов задать, но для этого, короче, нужно хороший менеджмент. Это просто дорогая история и для неокрепших режимов, она, короче, не подходит. Потому что нужно большое хозяйственное управление вот этим всем, а когда у нас все пооптимизировали, посокращали и так далее, соответственно, стали не вывозить всякие там Челяб-ГЭТ и так далее. Ну, правда, Челяб-ГЭТ-то вывозит. Здесь реально написано, что в большинстве городов-то уже в России нет троллейбусов, что их дропнули, причем даже не на... не когда все сгнило, а были там типа вот в Перми, тут много очень фотографий, я как бы даже, ну, не могу нашим зрителям все их показывать, ну, точнее, как я могу так легонечко проскролить, но в общем и в целом такое, короче говоря. И там показано, что, например, в Перми были довольно новые прикольные троллейбусы, но все равно дропнули, потому что, типа, вот этот условный ООО Пермь городской электротранспорт разорился, типа, у них было тысяча долгов перед администрацией, там мэрии или перед кем, и, соответственно, у них, они закрылись, и даже вот новые машины, троллейбусы пришлось перепродать. Короче, основ... Меня все слышат, да? Да, да, просто вынимаем тебя. Просто очень сильно молчите. Вот. И тема еще в том, что кроме того, что это дорого, еще и тимпа-антимпа часть урбанистов бесит проводной ад, что вот эта куча проводов на потолке, что это типа фу-фу-фу и так далее. Поэтому... Это они в Токио еще не были. Ну, и в принципе в Азии, то есть в Таиланде там вообще досвидос полный, там ничего по каналкам не разведено, никаких не копать кобель знаменитые, никаких таких знаков там нет, там все по воздуху, и там просто пучки многотонные медива так со всех сторон на перекрестках висят, просто поначалу выглядит прям ужасающе. вот, поэтому переходят на электробусы, там, где прям, ну, заботятся, так скажем, о... о... господи... о внешнем виде слэш об экологии. Но, во-первых, конечно, классические темы, что, чтобы вот эти аккумуляторы произвести, а потом их выкинуть, хуже природа портится там, чем от выбросов бензиновых и дизельных двигателей, но неважно. Короче, факт в том, что где денег до хрена, переходят на электробусы. Они могут, да, весь день могут ездить прям на Акомочи, или там Акомочи размером заряжаются? Они заряжаются между рейсами, и они большие, то есть там вот, знаешь, в наш автобус заходишь, и спереди, около уже водителя, у тебя там такой огромный стол, и это не арки колесные, там еще двигатель, по факту. Вот в электробусах вот там такой огромный аккумулятор. На который мелочь класть, ты имеешь в виду? Вот этот стол такой вот. В смысле, там, блядь, людей, о, детей можно садить, да и людей тоже. Там огромные такие приступочки. Я понимаю, но на которые, через которые деньги передавать? Через которые деньги передавать, это в одних, а в больших наших сейчас челябинских автобусах, они там не впритык к водителю, а там около водителя дверь, ты заходишь, и между, короче, первой дверью и второй дверью такое огромное хреновино, где просто поручни, и дети сидят всегда. Вот там под ним двигатель на самом деле. И у электробусов там аккумулятор вот такого размера огромного. Поэтому, соответственно, тут ну такое. Вот, Саня, в Екатеринбурге здесь некий Туах БКМ-321. Судя по всему, это что-то типа электробусов и есть, потому что я не вижу у него рогов. Это какой из, который синенький? А, я вижу, да, троллейбус с увеличенным автономным ходом. Да, да, вот у нас сейчас такие. У них еще с акомычами. Да, у нас, короче, сейчас появились, да, он типа гибрид, и он в целом прикольный, но вот я, наверное, все-таки тут поддержу, знаешь, и урбанистов, и, наверное, к сожалению, Саню поддержу, потому что типа все-таки уходят. Мне кажется, это именно, знаете, такой переходный период, когда типа такие, у нас как вроде есть троллейбусы, но смотрите, ну у них акомычи есть. Сейчас мы еще под них новые маршруты разработаем, а там уже тянуть ничего не будем, и типа потихоньку все заглохнет. Ну у меня такое подозрение, я как бы чисто предполагаю. Но пускай это будут электротроллейбусы норм. Чем они от автобусов отличаться будут, я не знаю, но окей, пускай. Ну, отличаться будут тем, что они дороже в обслуживании в три раза. Там таблица. Чем автобусы? Да. Таблицу привели. Эффективность городского транспорта, точнее, вот она. И электробус, цена транспортного средства тысяча рублей в год 34, ну короче, 34 мульта, автобус стоит 13 мультов. Акомучий надо менять, 9,5 мультов или чего-то типа того. Техническое обслуживание 2000, точнее, 2 мульта в год, а автобус, акомучий нет, техническое обслуживание 879 мультов. Ну короче, дешевле в 2-3 раза и так далее. Соответственно, почему вообще выбраны электробусы зелененьким, я не понял, потому что вообще-то... Сравнивают по делу. А, ну может быть, да. Дороже только трамвай. Обычные классические троллейбусы тоже больше, чем автобусы, естественно, но не сильно, неразительно больше. У них техобслуживание и ремонт дешевле, чем у автобусов, вот, но стоимость у них выше, чем у автобусов. Ну короче, автобусы, особенно газовые, это самая дешевая история, но они типа портят природу и так далее. Трамваи, самая дорогая история, но они не подвержены пробкам, то есть у них как бы есть ощутимые плюсы, они действительно быстрые, особенно когда это современная какая-то история, они как... Я не знаю, как сейчас, я был в Екатеринбурге, в году, наверное, в 14-м, там еще были старые трамваи с деревяшками внутри там и вот эти все. Они остались, они прикольные. Ну они просто именно исторически, по-моему, там из Чехии их завозили, то есть я сам таки люблю кататься. Но они именно б-б-б-б-б-б-б-б-б, ты в нем когда едешь, там не слышно ничего вообще, ни внутри, ни снаружи. Ты когда именно с наушничками едешь, ты наушнички засовываешь и вообще ничего не меняется, ты просто все равно слышишь, как бы трамвай больше ничего. Это всегда смешно. То есть оно, ну такое. Но опять же, я люблю и троллей... У нас в Челябинске новые троллейбусы красные закупили топовые вообще. Я себя как в Москве ощущаю просто. Со всеми этими валидаторами и так далее. Но здесь, тем не менее, есть графики, что закрывают дофига знаменитых троллейбусных систем. Вот чтобы вы понимали, официально, если там в Перми отменили троллейбусы, называется закрылась троллейбусная система Перми. Вот троллейбусные системы в основном закрываются. Новые практически не открываются. И, собственно говоря, вот так вот. Ну да, можно даже наблюдать всякие депо троллейбусные, которые уже заброшенные стоят. И как вот в Ленинском у нас. Да? Такие прямо. Где? Ну вот на этом. Сразу наутик. Ну там, там где, собственно, Алмаз, там же заброшенное депо. Хотя это, возможно, трамвайный депо. Это... Короче, его перенесли, мне кажется. Ну то есть троллейбусы-то ходят же. Просто маршруты, маршруты расширили, удлинили, и теперь где-нибудь за сигналом депо. А-а-а. Или второе в Копейске где-нибудь. Ну то есть... Может быть, может быть, да. Я не вижу упадка городского транспорта. Когда вот пришел нынешний губернатор, который пришел, стало прям хорошо по общественному транспорту. Закупили новые автобусы, троллейбусы, трамваи, стало вообще топово. Ну да, ездят, ездят такие, да. Тут еще, знаете, ну как бы вот электробусы и так далее. Тут еще, опять же, мне кажется, зависит от региона страны и от местности и так далее. Потому что, типа, как в Челябинске, там все метро не могут сделать. Говорят, типа, скалистая местность, все, кал, не можем никак бурить. Вот. Я к тому, что везде на Арките еще такие свои тоже, знаешь, есть подноготные. Ты где-нибудь там в Сочи, знаешь, попробуй сейчас проведи троллейбусную линию, ну как бы именно, которая по серпантинам, по всем, мне кажется, там просто обкакаешься, если честно. Ну, вот, чтобы ты понимал, в Златоусте есть трамвай. Мы с Никитой обсуждали в пришел. И там трамвай, который там по 30 градусов двигается по склонам, по горам там и так далее. И ничего, что-то им никак не мешает это. Ну да, да. Его эксплуатировать до сих пор. И это именно прям экскурсии там, вот это все. То есть он самый, то ли самый высотный трамвай в стране, то ли самый там живопитный, ну короче, про него знают. Типа трамвайные энтузиасты знают про трамваи в Златоусте, так скажем. Это на самом деле вообще интересно. Вот про эффективность, опять же, транспорта и про трамваи. Ты вот там табличку-то, там картинку смотришь, там трамвай просто супердорогущая тема. Как бы интересно вообще, почему все еще трамваи есть. Вот у нас тоже в ЕКБ сейчас прокладывают трамвайную линию. Ну то есть, как бы я знаю единственный условно плюс трамвая, то что как бы никто на эти линии никогда не будет заезжать. Я тебе говорю, это отсутствие пробок типа. Типа, да. То есть, просто интересно, что реально вот только из-за того, что... Пассажироемкость, смотри, у них еще выше почти в два раза. Да даже почти в три. Ну нет, в два с небольшим, да. Как следствие, рублей на одно пассажироместо меньше. То есть, типа, они довольно эффективны в плане того, что они больше везут. Ну да, да. Ну слушай, ну давай так, там вот Лиас, он газовый вообще, по-моему, всех побеждает почти что по везде. Это правда, да. Поэтому, хотя нет, на одну копейку больше на одно пассажироместо. Ну это да. Я просто думаю, что он как бы относительно всего. Я бы формул посмотрел, если честно, как он там считывается. Просто потому, что вроде на него расходы прям мизерные получаются, типа. Ну да. Ну поэтому все, что межгород, это все как раз, наверное, на газовых автобусах и будет. Ну кроме поездов и электричек, которые уже, опять же, по существующим каким-то там железнодорожным сетям. Я вообще не знаю, у нас в России делают новые железнодороги или нет. Прям буквально новые маршруты какие-то. Может и делать. Слушай, ты-то и должен знать первый, по идее. Ну да, да. Про поезда. Ну про поезда хотя бы. Хотя бы у батя спросить. Да кого все, он же уже сто лет как уволился. Ну он хотя бы, может быть, у него в Телеграме он подписки, знаешь. Может быть. Ну нет, нет. У них... Короче, вот то, что была тема, что у нас из Челябинска чуть ли не до Шанхая сделают метро. Помните такую тему? Или мне это одному приснилось? Не знаю. Я знаю, что у нас можно из Северной Кореи к нам в Россию приехать. Это я знаю. Ну так это всегда. Это и в Советский Союз было. Ну мы буквально соседи. Почему бы и нет-то? Так, а в Шанхай? А, ну, торгуют. Хлеб сделать? До Шанхая, из Екатеринбурга. Да, Екатеринбург, Шанхай. Так, ну-ка, поезд. От Саня, то есть, может, было. Была новость какая-то, что типа суперскоростной сделаем, в котором из Екатеринбурга до Шанхая чуть ли не за сутки можно будет доехать там или что-то типа того. Ну ладно, насрать. В общем, что-то я такое слыхал, но не найду сейчас, поэтому считайте, что не было. Если я не помню, значит, не было. Ну, это хорошая идея, может быть, подать ее меру. И к тому, что я говорю, что стопудово сообщение между пунктами населенными, где нет железных дорог, будет автобусное или даже микроавтобусное. Хотя вот до Увельдов по-прежнему там хрен доедешь на автобусе, там один рейс в день, и то не каждый день. И это больно и странно, если честно. Садовые, по-моему, автобусы тоже поотменяли в какой-то момент, только марики оставили. Ну, вот марики страшная тема. У меня к тому же всегда какой-нибудь пазик, да, чаще всего есть, который едет по всем остановочкам, но да. Ну, ладно, в общем, мы обсудили с вами. Дальше у нас что? Правильно, обойка. Ну, давайте, что-нибудь кто-нибудь скажите, что там на обойке видите? Давайте я Сане скажу, что у нас традиция есть, Сане, выбирать, где на обойке, так скажем, наш подкаст. Давай ты первый. да, 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 я и так уж на сплоши открыл. Слушай, мне кажется, что он вот там вот сверху, видишь, он как золотой дождь, он всех поливает и все рады. Лучше не скажешь. У меня была такая версия, да, но я потом на другое становился. Читаемая. Но ты продолжай. Ну, хотя ты, наверное, уже и закончил. Мне кажется, да, тут не надо больше ничего добавлять. Типа, видишь, он идет и все, и это классно. Так, Никита, ты теперь. Я могу сначала сказать, что, во-первых, в этот раз ты достаточно безжизненную обойку выбрал. Ну, как? У нас обычно какая-нибудь природа, nature буквально. Иногда бывают какие-то абстракции, а здесь буквально обстановка дома, так скажем. И я бы сказал, что наш подкаст, это вот такая, ну, разумеется, я, блин, у меня так много вариантов, здесь так много объектов, поэтому так легко выбрать и можно что угодно придумать. Да я вообще сейчас бред скажу. Наша, наш подкаст, это знаете что? Это вот, видите, за окном кирпичная стена, да? Вот один из кирпичиков, это наш подкаст. Он как бы составляет ваш дом, понимаете, включая, он как бы внутри, то есть вы не можете его вынуть из вашего дома, из вашего жилища, да, вот это, где живет наш подписчик. Не сучи у нас хотя бы кирпичик. Разумеется, никак не убрать его, этот кирпичик. Вот он там вставлен. Нормально? Пойдет? Слушай, ну хорошо. У меня просто 100 вариантов. Тут еще какие-то пиалочки, пиалочки стоят, но это я тебе предоставлю уже. Ну мой вариант, это что? Наш подкаст, это вот голова справа, где один глаз, линия носа, так скажем, губы. То есть это вот что-то такое непонятное, неоформленное. Современное искусство, буквально. На красной, ой, на красной, все, я уже это бредил. На черном кубе, вот это, черный куб, это тоже отдельная, так сказать, инсталляция. И вот голова на черном кубе, это наш подкаст. С одним глазом. Давайте так, давайте я буду линия, разделяющая нос, Саня будет губы, а Никита глаз. Классно. А еще есть пустое место какое-то. Пустое место, это наши подписчики. Ну, нормально. Ну, не все, конечно, только парочка из них, все остальные, это куб. Да, да, все остальные, это куб, на котором мы стоим, потому что без вас нас не будет. Вы, это тот самый монолитный фундамент, на котором держится весь этот проект, поэтому спасибо вам большое. Пишите комментарии, как вам формат гостевой, так сказать. Да, спасибо, Саня, что пришел сегодня, нас вытерпел, два часа с половиной, возможно, даже. Я, кстати, не знаю, сколько идет. Я это читал не с вами. Два часа. Два часа. Два часа. Тогда еще можно. Ну, слушайте, вам спасибо, что позвали, ожидаю хейт, поэтому будет. Да кого? Не будет 15 просмотров, один комментарий, все нормально. как обычно. Из которых будут комментарии, классические комментарии Готилина Максима, плюс сразу лайк, посмотрю потом, и потом никакого комментария. Сразу видно, человек посмотрел потом в итоге. И да. Максим, ты классный, мы тебя любим. Я жду твоего комментария каждый раз. Да, да, я, кстати, знаете, чуть-чуть хотел закончить про обойку. Понимаешь, что как бы что-то сегодня отпускает меня. Нормально, у тебя такое позднее зажигание, как у электробуса. Я просто ждал, чтобы типа не перебивать. Я, короче, хотел поражать, что Никита сказал, что типа дом, а я наоборот, как-то сегодня обсуждали, мне кажется, это просто какая-то кальянка, если честно, на верхних этажах и не более. Ну, типа настолько бездушная, что, видимо, кальянка. Немножко бездушная. Так как бы не бездушная, вы охренели, что ли? Мне вообще понравилось. Я бы жил, как отвечаю. Я бы так жил на 28 этаже и на проспект Ленина смотрел в ЖК Аламполе. Вот в таком. Слушай, ну... Это по доктору... Вы смотрите, здесь рейки на стене есть вообще-то. Ну, есть рейки, так, и что? Это уже душно. Не бездушно, а душно. Душно, да. Она, знаешь, как будто бы, блин, какое-то суперстандартное жилище, какого-нибудь, знаешь, там просто финтех-чувака, который вот с Уолл-стрит вот вышел и сюда зашел. Ну, да, все так. Вот, вот. Я об этом и говорю. Да? Да, да. Зато тут ступени, вон, из черного дерева какого-нибудь сделано стопудово. Там стекло какое-нибудь с семью титановыми пленками, чтобы отталкивать, как у дубайских, у Бурдж-Халифа, чтобы тепло отталкивать и так далее, да. Поэтому вообще охренительно. Крокодиловой кожи здесь нет, и то хорошо, здесь не пошло хотя бы. Это просто какой-то такой нео-лофт, будем говорить. Нео, потому что золотой дождь. Ты знаешь, что скажу последнее, что тогда меня бесит в этом нео-лофте? Вот все хорошо, кроме того, что у вас телевизор на подставке? Вот вы что не могли на подставку убрать? Это особая фишка, потому что у тебя там скорее всего керамогранит на какой-нибудь гипсокартон поклеен, а там телевизор 10К, который весит тысячу тонн. И поэтому да, у больших телеков у нас Саня Бушуев клиентом такое продавал, тоже именно суперподставки, которые еще весят тоже тысячу тонн, чтобы противовес для этого телевизора создавать. Ну и для того, чтобы типа можно было в случае чего двинуть, подвинуть и так далее. То есть, ну вдруг, когда-то здесь камин какой-нибудь образуется, а телевизор потом будет где-то в другом месте, а отверстия уже останутся в стене. Ну и некрасиво уж как-то. Ну согласен, согласен, конечно. Но мне кажется, в такой момент ты уже просто делаешь полный ремонт, потому что просто телек надо было перевесить. Согласен, да. Надо телек перевесить, полное обновление интерьера мне, пожалуйста. Я же финтех, Уолл-стрит, вот это все. Да-да-да. Просто смотрите, как свет на диваны падает вообще. Ну красиво. Warehouse, Home, какие-то книжки здесь. Это вот нравится, а вот то, что блик ненатуральный у телевизора, это бесит меня, как будто нейронка она сделала. Не, ну это матовый экран, это дорогие телеки с матовыми экранами, у них буквально такой блик. То есть, это не... Блин, я бы нарыгал, честно тебе скажу, в жизни, если бы я это увидел, я бы нарыгал, что я в матрице живу. Ну, ты когда же чувак финтех с Уолл-стрит, ты сам знаешь, что ты в матрице, ты ее создаешь, эту матрицу. В общем, в целом, я бы тебе, знаешь, что советовал? Я бы тебе советовал бы нарыгать вот прям на те вот лестницы, которые справа, чтобы, во-первых, все подсвечиваться, чтобы больше всего стало убирать. Вот не хватает нарыгать где-то здесь в последнее время. Там вкусненько, но причем, скорее всего, эти ленты греются до свидоса. Если туда попадет, то еще и пахнет будет и очень хорошо. Ну, то есть совет в такой квартире не орыгать, я понял. Совет да любовь в такой квартире только, поэтому все хорошо. Ну, классно, видите, не зря. А природу вы бы так не обсуждали долго. Ну, Ты нас плохо знаешь. Да, согласен, да. Ладно, спасибо вам еще раз, чуваки, сами тебе отдельное спасибо. Да и Никита, и тебе отдельное спасибо. Да, всем, и тебе отдельное. Да всем отдельное спасибо. Даже мне отдельное, кайф. Ну, все, круто. Я тогда буду стопать сейчас X-Split. Тоже стопаю. Сейчас все буду стопать. Стопаю Reaper. И хлопать попой.